Трон императора, следовательно его владелец пришел на ночной банкет. Соклановец девушки, что стоял позади нее, был озадачен. Трон императора. Где-то я уже слышал это название. Сейчас есть только трое молодых мастеров, сильнейших в сфере грани. Есин Чин из Космического моря, Мужун из Совета Десяти Приговоров и Линдзю из клана Лин. Меч трон императора, это вовсе не название клинка, так именуют боевой навык. Линдзю, тот, что убил пятерых в сфере познания, один из которых мог попасть в рейтинг Звездного Неба. Янь Цин кивнула с взволнованным выражением лица. Она сама пригласила парня, чтобы тот подавил Луиня. Теперь осталось только дождаться юношу. Сейчас его также считали непревзойденным на уровне грани, но она так не думала. Ему было еще очень далеко до таких, как Есин Чин. Девушка планировала проучить нашего героя на ночном банкете и сломить его веру в свою непобедимость. Линдзю, я обожаю тебя, ты самый красивый. Линдзю, посмотри на меня, я люблю тебя. От одного из космических кораблей раздались звонкие возгласы. На этом судне находилась группа красавиц, которые явно были рьяными фанатками парня. Появление такого мастера на планете Королей Ночи вызвало большой переполох. Клан Лин располагался в крае духовной печати и редко контактировал с чужаками. Эта семья обладала удивительным врожденным даром небес, из-за которого даже клан Байи не провоцировал их. Линдзю был одним из сильнейших молодых мастеров сферы грани, но всегда держался в тени. Никто не думал, что он появится на ночном банкете. Некоторые предполагали, что это как-то связано с Луиним, потому что недавно именно его прозвали одним из непревзойденных на уровне грани. Из-за появления парня на планету Королей Ночи начали прибывать те, что не особо хотели посещать банкет. А многие незваные гости собрались в крае Белой Ночи, надеясь воочию увидеть битву между Линдзю и нашим героем. В восьмой ветви Си Юэ встретилась с Фэншаном и предложила ему посетить ночной банкет. Однако мужчина отказал ей, он не хотел никуда идти. Девушка сперва удивилась такому резкому отказу, но в итоге отправилась в край Белой Ночи одна. Фэншан посмотрел ей вслед и вздохнул. Все с нетерпением ждали битвы Луиня с Линдзю, но только он знал, что юноша не появится, так как его поглотила буря. Его шансы выжить там были слишком малы. Тем временем наш герой проснулся после долгого сна. Его состояние стало более легким, поэтому он немедля продолжил подъем на самую высокую вершину горы. Когда он приложил руки к средней вершине, на него нахлынуло тяжелое давление. Он уже предполагал подобное, но это не могло остановить его на достигнутом. Через день глаза Луиня затуманились, окружающая аура слишком сильно давила на его душу. У него не было другого выбора, кроме как воспользоваться текстом для духовной практики. День 2-3-5. Юноша уже сбился со счета, сколько времени он взбирался на гору. Он просто продолжал это делать по привычке, что выработалось за прошедшие полмесяца. В какой-то момент сознание нашего героя прояснилось. Он огляделся и увидел, что уже добрался до самой высокой вершины. Взобравшись на нее, прежде чем потерять сознание, он краем глаза увидел мутное очертание чьей-то фигуры. После того, как Луинь отключился, силуэт приблизился к нему. Это был элегантный мужчина средних лет, что держал руки за спиной, спокойно разглядывая юношу. Спустя пару минут он с интересом присел перед ним на корточке и взмахом руки разорвал одежду на его спине. В следующий момент загадочный незнакомец с изумлением посмотрел на нашего героя. Вот эта печать. Он не принадлежит ни пятым, ни шестым. Может ли это быть? Мужчина не стал договаривать свои мысли. Он встал, подошел к краю вершины и посмотрел на золотой свет вдали. Через некоторое время Луинь проснулся от сильной головной боли. Он заставил себя открыть глаза и посмотрел вверх, где увидел спину незнакомца. Наш герой резко насторожился. Здесь кто-то есть? Поспешно встав с земли, он зашатался и присел, чувствуя духовное недомогание. Мужчина медленно повернулся к нему со спокойным взглядом. Кроме меня, ты первый, кто взобрался на вершину. Юноша был потрясен, что тут действительно был человек. Незнакомец в этот момент что-то осознал и небрежно махнул рукой. Наш герой почувствовал дуновение ветра, после чего все давление исчезло, словно его и не было. Он тут же встал и поклонился. Старший, меня зовут Луинь. Ты не принадлежишь ни к пятым, ни к шестым. Откуда ты? Юноша изумился. Снова эти странные слова. Пятые, шестые. Я не понимаю этого. Мужчина уставился на него. В то время как Луинь тоже внимательно смотрел на незнакомца, но в какой-то момент отвернулся. Глаза неизвестного ему человека были подобны иллюзии, которая завлекала в себя его душу. В следующий момент сердце юноше вздрогнуло, а лицо побледнело. Он вновь посмотрел на мужчину с изумлением. Могу ли я узнать вашу фамилию? Спросил наш герой. Можешь звать меня Мастер Му? Луинь снова поклонился ему. Простите, что потревожил ваш покой. Мужчина безразлично ответил. Ничего страшного, то, что ты смог взобраться сюда, похвально. Для своего возраста ты довольно талантлив. Спасибо, ответил юноша и взглянул на свою правую руку. Он пытался связаться с Гуихау, но у него не получалось из-за отсутствия звездной энергии. Ты хочешь покинуть это место? Поинтересовался Мастер Му. Вы можете мне помочь? Мужчина кивнул. После меня, ты первый, кто взобрался на эту гору. Если хочешь, можешь покинуть это место. Наш герой был вне себя от радости. Однако у меня есть предложение. Я вас слушаю. Мастер Му посмотрел на золотой свет вдалеке. Хочешь стать моим учеником? Луинь без колебаний ответил. Я был бы рад стать вашим учеником, если это возможно. Юноша не был дураком. Он понимал, что этот человек сильный отшельник. Он определенно не стал бы обманывать его, а значит, у него появился шанс найти себе, наконец, нормального наставника, который будет обучать его. Стать моим учеником не так-то просто, но ты уже прошел самую сложную часть моего испытания, достиг вершины этой горы. Этот этап удалось пройти только тебе. Наш герой тотчас кое-что понял. Это гора, поле испытаний с особыми правилами. Возможно, одним из условий было ограничение по культивации, поэтому тот мастер сферы перемен растворился. Либо же необходимо было иметь какую-то связь с рунными сумраками и предком фу. Но неважно, каким именно было условие, главный факт во всем этом заключался в том, что мужчина перед ним явно как-то связан напрямую с рунными сумраками. Второй этап испытания может показаться сложным, но одновременно с этим является простым. Тебе нужно показать себя. Показать себя? Используй все, что у тебя есть, попробуй меня удивить. Судьба человека предопределена с рождения и она неуправляема, но именно в ней заложена своего рода сила. Я не хочу принимать глупых и слабых учеников, надеюсь ты меня понимаешь. Луин кивнул, соглашаясь с его требованием. Тогда я начну, сказал наш герой и вмиг охватил себя боевым духом пятого ранга, что на фоне окружающего золотого сияния очень сильно выделялся. Проявив боевой дух, юноша выжидающий посмотрел на мастера Му. Глава 417. Мужчина осмотрел его боевой дух и равнодушно прокомментировал. Неплохо, в таком возрасте ты достиг хороших результатов, но можно еще лучше. Тебе не хватает смелости прогрессировать в этом пути. Чтобы стать непобедимым, нужно обладать непоколебимым мужеством и волей, но пока ты не сможешь этого достичь. Кроме того, эта сила довольно обычная, меня ей не удивить. Луин рассеял боевой дух, удивившись, что этого было недостаточно. Если так посмотреть, сравнимых с ним в его возрасте можно по пальцам руки пересчитать. Неужели у этого загадочного культиватора настолько высокие требования к ученику? Он не собирался мириться и на этот раз воспользовался полем. Мастер Му нахмурился. Слишком грубое поле, в этой области ты совсем не разбираешься. Могу сказать так, человек, овладевший истинным полем, может изменять все в пределах его досягаемости, даже небеса. Юноша разочарованно вздохнул, но предполагал такой ответ. Однако слова мужчины заинтересовали его, особенно то, что с помощью поля можно изменить даже небеса. Это сразу же напомнило ему о тех голосах на острове посреди мертвого моря. Возможно, сказанное там как-то относилось к полю, но сейчас у него не было времени думать об этом. Ему нужно как-то показать себя с наилучшей стороны, чтобы удовлетворить требования мастераму. Подумав о том, что ему делать, наш герой ударил в пустоту 30-кратной дрожащей ладонью. На данный момент это была его сильнейшая атака. Твоя физическая основа неплоха, но вряд ли ее можно соотнести с твоим талантом. Во вселенной есть странные кланы и расы, что с рождения наделены несравненно мощным телом и легко могут высвободить стократное наложение силы, когда повзрослеют. У тебя, как я и сказал, неплохой уровень, но это все равно не соответствует моим стандартам. Мужчина был безжалостен в своей оценке. Луинь был удручен, он старался изо всех сил, но ему не удалось его удивить. Мастерму продолжал спокойно наблюдать за ним, будто ему было плевать на него. Юноша напрягся. Судьба была предопределена, его поглотила буря, он поднялся на гору и встретил этого мужчину. Быть может, так все и должно было случиться, а значит, он не мог упустить такую возможность. Подумав об этом, наш герой решил воспользоваться техникой звезды. Его, разумеется, беспокоило то, что мастерму мог рассказать об этом секте небесной звезды. Это было крайне опасно, но, с другой стороны, он теперь в отряде Верховного Грома, так что никаких проблем не должно возникнуть. Мгновением после вокруг его тела закружили девять небесных светил, что вызвало у мужчины легкое удивление. Техника звезды. Секта небесной звезды держит ее распространение под строжайшим контролем. То, что ты изучил ее, очень даже неплохо, но она неполная. Вот если бы ты владел ей полностью, я бы сразу же согласился взять тебя в свои ученики. Луин рассеял девять звезд и вздохнул с облегчением. По голосу мастерому он понял, что тот не выдаст его секте небесной звезды. Подумав немного, он уважительно сказал. Мне хотелось бы выучить эту технику полностью. Это не ко мне, лучше продолжай показывать свои способности, ответил мужчина. Юноша был в растерянности. Продолжать? Что ему показать? У него, конечно, еще осталась пара вещей. Дар небес, текст для духовной практики, секретная техника Юи и шкура предка Ушана. Подождите, он, кажется, что-то упустил. Он использовал кожу предка Ушана до того, как оказался в буре, а потом еще несколько раз против культиватора сферы перемен. Скорее всего, мастер Му ее уже видел, поэтому он решил показать ее. Наш герой вытащил из кольца клочок шкуры. Мастер Му, а это вас может удивить? В руках Луиня появился маленький лоскут, который он забрал у Гуи Хау. Он был в несколько раз меньше, чем тот, что он получил с помощью своего дара небес. Глаза мужчины заблестели и он кивнул. Да, то, что у тебя есть частичка предка, меня удивило. Помни, не показывай ее никому, особенно звездным зверям. Юноша был разочарован, он не достиг должного эффекта. Мастер Му как бы удивился, но явно не так, как ему того хотелось. Что же мне еще показать? Подумал наш герой. Внезапно мужчина сказал. Хочу напомнить тебе, если ты не сможешь стать моим учеником, я выведу тебя отсюда и сотру нашу встречу из твоей памяти. Луинь сжал кулаки. Он не собирался позволять кому-то стирать его память, ведь он и так не помнил ничего о своем происхождении. Ему было бы проще принять свою смерть, чем потерять даже крупицу своих воспоминаний. В сердце юноши появилась решимость показать все, что он умел. Первым на очереди оказался кулак Белой Ночи, изучить который было тяжело даже членам клана Байе. Взгляд мастераму был безразличным. Во внутренней вселенной есть клан по имени Байе, это их боевой навык, направленный на подавление физического и духовного тела человека. Это хороший навык и его тяжело выучить, но он намного хуже той же техники звезды. Получается, он слабый? Дело не в том, что он слабый, а в том, что ты не знаешь, как им пользоваться. Любой боевой навык может показать разную силу в зависимости от того, кто его применяет. Этот прием, который ты мне только что показал, нужно практиковать с усердием, а ты его знаешь на элементарном уровне. Наш герой был удивлен, ранее он всегда недооценивал кулак Белой Ночи. Мастерму, значит показанного мной недостаточно, чтобы стать вашим учеником? Недостаточно. Луинь опять задумался и вдруг вспомнил то видение, что он запечатлел в звездном павильоне, а именно, небесный коготь зверя. Посмотрев в небо, он поднял ладонь, превратившуюся в коготь, а после высвободил 108 стиль небесного когтя зверя. Раздался громогласный звериный рев. Мощь навыка была столь велика, что встряхнула окружающее пространство. Глаза мужчины, наконец, снова замерцали. Утерянный древний навык. Ты довольно удачлив, раз тебе удалось изучить подобный прием. Однако, чтобы стать моим учеником, одного его недостаточно. Юноша стиснул зубы. Неужели ему придется раскрыть текст для духовной практики? Мастерму, мои глаза могут видеть то, что обычные люди не замечают, внезапно сказал наш герой, посчитав, что это могло подтолкнуть мужчину взять его в ученики. Если он действительно связан с рунными сумраками, то это, безусловно, не оставит его равнодушным. Я уже знаю, что ты можешь видеть руны. Луинь горько улыбнулся. Он как-то не подумал об этом. Логично, что мастерму знает об этом, так как он решил взобраться на гору именно из-за того, что видел огромное скопление рун. Получается, у него остались только дар небес, текст для духовной практики и секретная техника надзирателя Юй. Что же из этого ему показать? Для своего возраста ты уже довольно талантлив. Я не буду тебя больше мучить, но возьму сначала как названного ученика и понаблюдаю. До тех пор, пока я не приму окончательное решение, стирать твою память не стану, заявил мужчина. Наш герой был вне себя от радости. Спасибо, мастерму. Мужчина кивнул и небрежно махнул рукой. В следующий момент перед юношей появился странный комок, чем-то похожий на песок. Он испускал легкое сияние, зависнув в воздухе. Это песок судьбы, мой тебе подарок. Чем-то он напоминает чип эволюции, но действует на каждого человека по-разному. Он может сделать тебя сильнее или, наоборот, слабее. Если пожелаешь, можешь использовать его. Луин с изумлением посмотрел на комок перед собой. Песок судьбы? Он никогда о подобном не слышал, поэтому лучше пока отложить его и разузнать о его эффекте поподробнее. Юноша даже не догадывался, что получил столь драгоценную вещь, которую желают многие даже в космическом море и новой вселенной. Мастеру ему было все равно, когда наш герой воспользуется песком судьбы. Поэтому, когда юноша убрал его, он сменил тему разговора. Ты показал мне много различных навыков и техник, но что насчет твоей скорости? Я использую мерцание пустоты. Договорив, Луинь мгновенно исчез. Мужчина кивнул. Неплохо, но почему бы тебе не объединить этот навык с техникой, что скрывает твою ауру? Наш герой удивился. Спасибо, мастер. Я понял, что нужно сделать. Луинь активировал технику скрытности и воспользовался мерцанием пустоты. Хотя скорость никак не изменилась, но он стал более незаметным. Ранее он как-то не задумывался, что разные по типу техники можно объединить и достичь подобного эффекта. Правда, сделать это было довольно тяжело, но с его уровнем контроля звездной энергии ему нужно лишь немного потренироваться и все будет работать на автомате. Мастер муки внул. У тебя неплохо получается. Глава 418. Наш герой выжидающий посмотрел на мужчину. Так как его приняли в ученики, по идее, по канонам, мастер должен был дать ему какой-нибудь боевой навык или технику. К сожалению, его разочаровали. Мастер му просто передал ему кусок странного нефрита и сказал. Если попадешь в беду, раздави его и я приду тебе на помощь, но использовать его ты можешь лишь один раз, дважды помогать не стану. Юноша почувствовал, что его уже собрались выпроводить отсюда, поэтому убрал нефрит и поспешно сказал. Мастер, а как я могу стать вашим настоящим учеником? Мне нужно достичь какого-то уровня культивации или что-то другое. Мужчина посмотрел в сторону леса. В принципе, если сможешь победить выбранного мною призрачного воина сферы грани в этом лесу, то я приму тебя своим официальным учеником. Глаза Луиня загорелись боевым намерением. Тогда я хочу попробовать. По мановению мастера му пейзаж перед глазами нашего героя изменился. Он снова оказался посреди леса. Чтобы добраться из леса до вершины горы, у него ушел месяц, а с силой мужчины потребовалось всего мгновение. Неподалеку спиной к юноше стоял призрак, который, почуяв его появление, резко обернулся. Поскольку мастер му устроил ему это испытание, Луинь предполагал, что этот призрак был необычным, пусть и в сфере грани. Наполнив свои глаза звездной энергией, он резко нахмурился. Где руны? Почему в этом призраке их было так мало? Юноше казалось, словно перед ним стоит обычный человек, но в то же время он чувствовал, что он не ниже сферы грани. В чем дело? Призрачный воин стоял к нему лицом, но его глаза были закрыты и он не действовал необдуманно, как поступали другие призраки, а, напротив, чего-то ждал. Наш герой нахмурился, чувствуя некую неловкость. Этот призрак вел себя очень странно. Кроме того, у него было ощущение, что его видят насквозь. Чем-то это напоминало ему моменты, когда он находился в чужом поле. Точно, это поле. Одежда Луиня начала развеиваться, хотя ветра не было. Он пытался подавить поле противника, но его усилия оказались напрасны. После он решил воспользоваться техникой звезды и наполнил глаза звездной энергией. С тех пор как он научился видеть руны, ему стало легче применять таинственный шаг. Юноша был уверен, что уж с этим сможет легко избежать любой атаки призрака. Однако прежде чем он успел среагировать, его поле было раздавлено. Перед лицом противника того же уровня, что и он, его поле фактически оказалось разбито. Хотя со стороны это могло показаться несерьезным, но на самом деле лишило нашего героя дара речи. Ему показалось, будто земля ушла у него из-под ног. В следующий момент призрак исчез на его глазах. Луинь рефлекторно развернулся, но не успел ничего сделать, когда вражеский кулак зарядил ему в живот. Его отбросило в сторону с потрясенным выражением лица. С того момента как он начал культивировать, он редко попадал в такую безвыходную ситуацию. При этом юноша понятия не имел, почему он был так слаб. Наш герой не хотел принимать того, что был слабее этого призрачного воина. Он приблизился к нему с помощью мерцания пустоты и ударил небесным когтем зверя. Призрак без проблем уклонился, несмотря на то, что Луинь пытался обхитрить его, меняя траекторию удара. После чего он направил обе руки в бока юноши, намереваясь переломать ему ребра. Благо наш герой видел все его движения при помощи техники звезды и поспешно отступил. Тем не менее он все же был ранен, но не потому, что скорость призрака была высокой. Все было куда проще, существо атаковало его туда, где он не был готов принять удар. Оно будто видело его насквозь и предсказывало каждое действие. Почему-то после этой атаки Луинь подумала собирательницы звезд. Возможно, этот призрачный воин был проекцией одной из собирательниц. К счастью, сила призрака была не шибко высокой и большой угрозы для него не представляла, но его раздражало то, что он не мог ему ничего сделать. Однако сдаваться он не собирался. До сегодняшнего дня юноша был уверен, что даже если встретит Есинчиня и Мужуна, то сможет провести с ними достойный бой, но с этим призрачным воином все было иначе. Он даже не мог прикоснуться к нему или избежать его атак. Наш герой вынул третий глаз императора великанов, чтобы все же активировать таинственный шаг. Но даже после этого ему не удавалось избежать всех атак призрака, как бы он ни старался. Чувство беспомощности было для юноши в эти секунды чрезвычайно невыносимым. Он ничего не мог сделать, кроме как пытаться уворачиваться и атаковать, стараясь найти выход из затруднительного положения. Луи не имел большой боевой опыт, поэтому, несмотря на то, что каждое его движение было очевидным для противника, ему удавалось инстинктивно уклоняться от некоторых атак. Каждый раз, когда призрак атаковал, наш герой выбирал случайное направление для уклонения. Эта тактика помогла ему избегать половины ударов. Он не хотел сдаваться, ведь мастер-муж дал от него победы, но никак не поражение. В конце концов, он решил повторить то, что сделал против Тяньхау на межзвездном соревновании. Взаимный обмен ударами. Увидев новую атаку противника, Луин шагнул ему навстречу и ответил тридцатикратной дрожащей ладонью. Вот только в момент проявления его силы призрачный воин неожиданно открыл глаза. Юноша забыл, что призрак все это время не открывал их. Ему показалось, что тот был слеп, но теперь он осознал, что ошибался. Когда призрачный воин открыл глаза, мир перед нашим героем резко изменился и он услышал странный голос, вследствие чего из его ушей, глаз и ноздрей потекла кровь. Луин почувствовал, что оказался на пороге смерти. Он недооценил противника. После того, как призрак открыл глаза, его атака стала в разы мощнее. Ладони существа, разрывая пустоту, направились прямо к нему, но, прежде чем они успели поразить свою цель, фигура нашего героя исчезла. Потеряв свою цель, призрак закрыл глаза, медленно повернулся и продолжил бесцельно идти вперед. Вернувшись на вершину горы, бледный юноша тяжело задышал. Он был в шоке, только что он чуть было не умер. Дотронувшись до ушей и носа, он почувствовал свежую кровь. Для него было немыслимо, что мастер сферы гора не мог так напугать его. Более того, все длилось всего несколько секунд. Кто в этом мире мог породить такого призрачного воина? Этот человек, безусловно, должен быть известным на весь мир. С его нынешней защитой даже культиватору сферы перемен было бы нелегко в бою против него, но этот призрак показал ему нечто за гранью реальности. Посмотрев на мастера Му, Луин уважительно поклонился. Я проиграл. Что ты почувствовал? Я не могу это описать, но тот призрачный воин, похоже, умеет предсказывать будущее, неуверенно предположил юноша, снова подумав о собирательнице звезд. Культивация бесконечна, некоторые практикуют различные боевые стили, а кто-то оттачивает один. Мы не можем точно знать, кто сильнее, а кто слабее, пока мастера не сразятся. Тот призрак, например, зашел очень далеко на пути постижения поля. Наш герой прищурился. Поля поле может сливаться с окружающей средой и усиливать пять чувств, и боевую мощь, а также наделять контролем над определенной областью, пределы которой не ограничиваются и могут достигать всей вселенной. Входя в чужое поле, ты становишься похож на открытую книгу, особенно для культиватора, достигшего высочайшего мастерства на постижении этого пути. Они в каком-то смысле действительно могут предсказывать будущее в пределах контролируемой территории, объяснил мужчина. Луинь, вспоминая сражение с призраком, почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Это не настоящее предсказывание, просто пока ты пребываешь в чужом поле, то его владелец видит ритм твоего дыхания и движений. Ты, можно сказать, находишься в его руках, поэтому он может задавать ход боя. Мастер Му продолжал разъяснять юноши суть силы поля. Это помогло нашему герою понять, насколько сильно он недооценивал эту способность. Мастер, а что насчет того последнего удара призрака? Чтобы стать сильным, нужно заплатить определенную цену. Человек, из которого получился тот призрак, был невероятно искусен в использовании поля, но ему пришлось заплатить за это глазами, точнее он должен держать их закрытыми. Однако как только он их открывает, вся его сила усиливается в тысячу раз. Лицо Луи не дернулось. Усиление в тысячу раз? Это даже звучит невероятно. Ему было очень любопытно, как звали человека, от которого образовался тот призрачный воин. Мастер, а от кого образовался тот призрак? Решил спросить юноша. Молодой парень, примерно твоего возраста. Наш герой вновь был потрясен. Он думал, что оригиналом призрака являлся человек, который долгое время культивировал и просто не мог достичь сферы познания. Таких людей было много, и на уровне грани они очень сильны. Он никак не ожидал, что культиватор окажется его возраста. Мастер, а когда сформировался тот призрак? Более десяти лет назад. Луин задумался. Если это было более десяти лет назад, значит сейчас этот человек либо находился в рейтинге звездного неба, либо являлся одним из десяти судей. Мастер, а вы знаете, как его зовут? Тебя это так волнует? Глава 419. Наш герой кивнул. Если взять внешнюю и внутреннюю вселенную, в сфере грани нет никого, кто мог бы справиться со мной на этом уровне. Я действительно хочу знать, кто же является оригиналом того призрака и насколько он сейчас силен. Ты слишком узко мыслишь. Внешняя и внутренняя вселенная – это лишь кусочек реального мира. Пока ты ограничиваешь себя таким образом, ничего путного не добьешься. Юноша промолчал. В прошлом тот парень сам вошел в бурю, сказал мужчина. Шокируя Луиня, его появление меня заинтересовало. Он показался мне уникальным. Хотя он не поднялся на гору, но я все же освободил его. В настоящее время он, скорее всего, стал еще сильнее, превзойдя молодое поколение космического моря и новой вселенной. Ныне не должно быть никого, кто смог бы легко победить его. До 40 лет прогресс культиватора, как правило, очень быстрый, тогда как после скорость падает. Это всем известно, поэтому чем дальше человек продвинется в молодом возрасте, тем намного сильнее он будет в будущем. Ты видел лишь того, кто в совершенстве овладел полем, но есть и другие ему подобные. Я, как твой мастер, сделал тебе формальный подарок, поэтому ты можешь попросить меня что-то тебе разъяснить и помочь улучшить какой-то аспект силы. Однако я должен предупредить, как только ты покинешь это место, ничему больше учить я тебя не буду, пока ты не получишь право стать моим прямым учеником. Юноша задумался. Фигура мастерому слегка исказилась. Он медленно отошел и посмотрел вдаль. Проанализировав все свои навыки и вспомнив, как он себя чувствовал в последнем бою, наш герой принял решение. Мастер, я хочу улучшить свое тело до предела. Мужчина повернулся к нему все с тем же равнодушным видом. Я уже говорил, что на пути культивации приходится платить цену, чтобы достичь в чем-то совершенства. Тому человеку приходилось закрывать свои глаза, ведь иначе он просто не мог контролировать поле. Если твое физическое тело станет слишком сильным, ты также не сможешь его контролировать. В этом случае ты будешь причинять вред не только другим, но и себе. Какую цену я должен заплатить, чтобы подавить совершенную физическую силу? Спросил Луинь. Песок судьбы. Тот песок. Юноша был удивлен. Его использование потребляет как звездную энергию, так и энергию тела. Обычный человек может за всю жизнь использовать лишь один такой песок, поскольку поглощение двух слишком сильно на нем скажется. С его помощью ты сможешь подавить совершенную мощь физического тела, объяснил мастер Му. Глаза нашего героя замерцали, пока он осмысливал произошедшее. Он понял, что оказался под влиянием планов мужчины, который сначала дал ему песок судьбы, а затем позволил сразиться с проекцией культиватора в совершенстве постигшего поля. Это увеличило его желание повысить свою физическую силу. Одним словом, он клюнул на приманку. Мастер Му, должно быть, понял, что ему сейчас лучше всего было улучшить свою физическую силу, но не хотел говорить это прямо, а стал подводить его издалека, дабы он сам пришел к такому выводу. Мастер, пожалуйста, помогите мне улучшить мое физическое тело, уважительно попросил Луинь. Нам понадобится достаточно много времени, чтобы довести твое тело до предела. Ты должен быть морально к этому готов. Юноша оказался перед дилеммой, так как скоро должен был начаться ночной банкет. Он тщательно все взвесил и в итоге решил, что отказываться от такого предложения не будет, особенно ради какого-то там банкета. Я понимаю. Мужчина кивнул и в его руки неожиданно появилась маленькая завядшая веточка. Она была длиной с палец, но когда наш герой взглянул на нее, то почувствовал некую свежесть и ясность в сознании. Исчерпай всю свою физическую силу. Когда ты достигнешь предела и уже не сможешь продолжать, это восстановит твою выносливость, сказал мастер Му, положив веточку юноши на макушку. В тот момент, когда она оказалась на его голове, Луиню показалось, словно он почувствовал просветление. Он окончательно убедился, что это веточка, какое-то сокровище, которое к тому же восстанавливало выносливость. Жаль, что у него не было денег ее улучшить, так бы он с радостью это сделал. Фигура мужчины исчезла, как будто никогда и не появлялась. Наш герой глубоко вздохнул, после чего настроился на тренировку и принялся высвобождать вокруг себя всю свою физическую силу, что вызывало ряпью окружающего пространства. Независимо от того, кто это был, когда человек хотел выплеснуть всю свою силу за раз, то мог сделать это за мгновение, а все потому, что ее было очень мало. Луинь не был исключением, ему понадобилось менее минуты, чтобы выдохнуться. Однако он послушался слов мастерому и несмотря на болезненные ощущения продолжил высвобождать силу, которая постепенно восстанавливалась. Через некоторое время он перестал ощущать свое тело и уже даже не знал, сколько вот так тренировался. Внезапно сверху на него обрушился освежающий поток, что восстановил его тело. Юноша приободрился и только в этот момент заметил, что он стал немного сильнее. Наш герой стиснул зубы и снова начал выплескивать силу наружу, от чего его вены резко вздулись. Он напрягался как мог, не заботясь о том, что его тело теряло чувствительность. Процесс был болезненным. Для обычного человека это все равно, что продолжать бежать, когда он уже выдохся. Сухая ветка не только каждый раз восстанавливала выносливость Луиня, но и наделяла его странной силой. Вот только он этого не знал, а ведь то, через что он сейчас проходил, было невообразимой возможностью. Находившийся вдалеке мастер Мус широко раскрытыми глазами озадаченно смотрел на юношу. Он не принадлежит ни к пятым, ни к шестым, просто чужак, надеющийся изменить ход игры. Надежда, но слишком маленькая. Месяц пролетел довольно быстро, наш герой продолжал свою тренировку и все дошло до того, что он перестал чувствовать свое тело. Вначале Луинь не совсем понимал, становился ли он сильнее или нет, но спустя несколько повторений осознал, насколько сильно менялась его сила. Подобная тренировка чем-то напоминала использование богатырского плода, хотя нет, она приносила куда больше эффекта. Если плод увеличивал лишь физическую силу, точнее сказать поверхностно изменял, то с помощью этого процесса он фундаментально улучшал свое тело. У каждого природного сокровища были свои плюсы и минусы, и богатырский плод не был исключением. Если говорить простыми словами, употребляя плод, он как бы покрывал тонкий лист бумаги металлическим листом, когда как с помощью этой тренировки превращал бумагу в металл. Юноша вспомнил, что когда достиг сферы слияния, то его физическое тело значительно укрепилось. Сейчас же он ощущал, что его внутренние органы вновь окрепли. Разрушить их теперь будет не так легко, как в прошлом. Неизвестно, сколько времени прошло, но нашего героя это уже не заботило. Он продолжал на автомате свою закалку тела. Его сознание было затуманено и он приходил в себя только тогда, когда от веточки исходила освежающая энергия. Ладно, хватит, это твой предел. Голос мастераму донесся до ушей Луиня. Юноша медленно открыл глаза, словно был во сне. В его ушах стоял гулкий шум и все тело излучало странное белое свечение, которое возникло тогда, когда он преодолел одну из ступеней на пути улучшения своего физического тела до совершенства. Посмотрев на сухую веточку в руки мужчины, наш герой невольно захотел снова почувствовать ту прохладу, но он понимал, что это было невозможно. Сделав шаг ближе к мастеру Му, земля под его ногами тут же затрещала. Луинь в шоке посмотрел на свою ногу, он даже не прикладывал никакой силы, просто сделал шаг и уже такой эффект. С твоим нынешним уровнем культивации контролировать эту силу у тебя не получится. Как я уже говорил, этой силой ты можешь серьезно поранить даже себя, проговорил мужчина. Юноша нахмурился и побоялся прикоснуться к себе, чтобы случайно не пораниться. Неужели его физическая сила достигла такого уровня, что его культивация уже не поспевала за ней? Его физическое тело ранее было не хуже, чем у мастера сферы перемен, а что стало теперь? Оно сравнимо с телом ловца? Если это так, тогда неудивительно, что он не мог контролировать эту силу и мог навредить даже себе. Мастер, должен ли я теперь слиться с песком судьбы? Спросил наш герой. Выбор за тобой. Однако не важно, сколько ты его используешь, получить награду от него можно лишь раз. Некоторые от него получают невообразимую способность, но в то же время возможно получить то, что тебя сильно ослабит. Все зависит от судьбы и от того, какую жизнь она тебе предопределила. Луинь достал песок судьбы и поинтересовался, а где мне его усвоить? В сердце. Юноша без колебаний медленно разрезал плоть над своим сердцем и вдавил туда сгусток песка. В следующее мгновение его тело охватило сильная боль, пронизывающие нервы. Он стиснул зубы, сел на землю и стал терпеливо ждать. Но не прошло и секунды, как из сердца нашего героя раздался громкий удар. Его звездная энергия и физическая сила вмиг начали уменьшаться. Свет вокруг его тела угас, так же как и глухой звук, раздававшийся у него в голове, что исходил от бурных потоков его крови. Луинь поднял руку, сжал кулак и ударил им перед собой. На его глазах тотчас появились 20 воздушных волн, распространившихся от одного простого на вид движения. Мастер Му взмахнул рукой и над ней появился еще один сгусток песка судьбы. Ты можешь продолжить использовать песок, чтобы подавить свое слишком сильное тело. По правде говоря, он не совсем подавляет, а скорее по-своему улучшает. Ты будешь похож на того парня, которому приходится держать свои глаза закрытыми. Сердце юноши бешено заколотилось и он пылко посмотрел на мужчину. Мастер, хотите сказать, моя сила станет еще больше после подавления этим песком. Причина, по которой песок судьбы так ценен, заключается не только в его возможности пробудить особую способность. Он также стимулирует физическую силу эффектом подавления. Чем больше оказываемое на тело давление, тем мощнее будет физическая сила. Глава 420. Хотя наш герой не знал реальной ценности песка судьбы, но из слов мастера ему было не тяжело догадаться о его важности. Не колеблясь, он разрезал кожу на левой руке и вдавил внутрь плоти сгусток песка. Сильная боль от первого сгустка еще не исчезла, когда на него нахлынула новая волна. Луин испытывал такую боль, что могла свести с ума любого человека. К счастью, он уже в какой-то степени был закален после использования нескольких богатырских плодов, поэтому смог сохранить свое здравомыслие. Редко, но люди говорили, что культиватор развивается только тогда, когда испытывает боль, с чем юноша был согласен. Второй песок судьбы успешно подавил его физическую силу. Наш герой быстро проверил свое тело, которое все еще было сильнее, чем до того, как он начал тренировки под руководством мастера ему. Глаза мужчины вспыхнули легким шоком. На его уровне мало что могло удивить, но физическое тело Луиня его поражало. Оно будто не имело границ развития. Такое физическое тело можно было приравнять к врожденному дару, и он никогда раньше не видел подобного у простого человека. Будущее достижение юноши могут оказаться еще более невероятными, чем он предполагал в начале. После он достал еще один песок судьбы, но прежде чем передать его, предупредил. При слиянии с третьим песком твоя сила станет ниже, чем была до тренировок, кроме того, уменьшится твое количество звездной энергии, поэтому выбирай сам, использовать его или нет. Наш герой без колебаний взял сгусток, решив идти до конца. В любом случае он точно сможет справиться с этим. С этой мыслью он разрезал кожу на правой ноге и поместил туда третий песок судьбы, вновь почувствовав ужасающую боль. Луинь не знал, сколько во вселенной было людей, которые смогли так же, как он, использовать сразу три песка, но по изумленному лицу мастерам он предположил, что их, вероятнее всего, было очень мало. Однако он понимал, что если бы сперва не улучшил силу своего тела, то его максимумом был бы один песок судьбы. Юноша ощутил то, что ранее сказал мужчина. Его тело стало слабее, чем до этого, но не сказать, что намного. Мастер, сколько времени нужно, чтобы песок судьбы проявил себя? Спросил наш герой с бледным от боли лицом. Все зависит от самого человека. Многие вещи во вселенной не имеют какой-то фиксированной структуры, как, например, у двух листьев. На это потребуется год, а может, он не проявит себя до конца твоей жизни. Все решает судьба, поэтому он так и называется. Однако, когда он проснется, ты сможешь использовать ту способность, которой он тебя наделит. Вдобавок, твоя физическая сила и звездная энергия сильно возрастут, и песок больше не будет сдерживать их в таком объеме, как сейчас. Луинь горько улыбнулся. Должно быть, есть люди, для которых песок судьбы стал смертным приговором. В глазах мастерам умелькнуло колебание. Да, есть те, у кого он так и не пробудился. Им приходилось терпеть его подавление всю свою жизнь. Разумеется, они были лучше, чем обычные люди, но как бы они ни старались, песок судьбы не дал им то, чего они хотели. Мастер, спасибо за наставление. Ты провел тут уже почти пять месяцев, тебе пора уходить, сказал мужчина. Юноша удивился, что прошло так много времени. Он почувствовал легкое беспокойство. Империя Деу, Святой Маяк, Десятое Звездное Небо и другие, никто из них не мог с ним связаться. Может, они уже даже похоронили его. Тогда прошу мастера помочь мне покинуть это место, попросил наш герой. Мастер Му посмотрел на него глубоким вдумчивым взглядом. Путешествуя по вселенной, приходится выбирать между жизнью и смертью. Я надеюсь, что ты останешься верен своему сердцу, ведь только так судьба будет благосклонна к тебе. Возможно, в будущем мы снова встретимся, но уже как истинный мастер и ученик. После этих слов мужчина махнул рукой в сторону юноши и прямо перед ним появился разрыв пространства, который поглотил его в себя. Спустя мгновение окружение перед Луиним резко изменилось. Он появился посреди синего неба и белых облаков, но, помимо этого, рядом с ним находилось нечто до боли знакомое – бомба. Бах! В небе прогремел мощный взрыв, что рассеял окружающие облака. Его сила быстро настигла океан внизу и вследствие мощного толчка подняла большое цунами. Образец под первым номером прошел испытание. Мощность взрыва соответствует установленным нормативам. Вдалеке, на острове, военные смотрели в небо взволнованными глазами, одновременно с этим слушая механический голос, доносившийся откуда-то из-под земли. После того, как было оглашено успешное проведение испытания, все зааплодировали. Они наконец-то создали супербомбу. На большой высоте наш герой был весь черный и выглядел опечаленным. Мастер Му переместил его прямо возле бомбы. К счастью, мощи у этой штуки было недостаточно, дабы ранить его. Вероятно, он оказался в месте, где технологии цивилизации еще не достигли такой мощи, чтобы угрожать культиваторам. Зависнув в небе, Луинь посмотрел на свой терминал. Наконец у него появилась возможность связаться с сетью Вселенной. Осталось только найти удобное место, где можно будет все проверить. Цивилизация этой планеты находилась лишь на начальной стадии развития. Люди здесь жили в более чем 100 разных странах. Одним словом, это место чем-то напоминало Землю. Даже уровень технологий был сопоставим. Океан был большим, но юноша со своей скоростью быстро достиг берега одной из стран, где нашел кафешку и заказал самый лучший, по мнению местных, напиток. Попробовав его, он был приятно удивлен вполне приличным вкусом. Прежде чем узнать, где он находится, наш герой решил проверить почту. За пять месяцев его отсутствия с ним пытались связаться многие, даже Юянь Цзин. Совет десяти приговоров не посылал ему никаких заданий, лишь похвалил его за проделанную работу в крае Северной долины, где он отстоял честь совета перед лицом Бай Тай Суя. Ему также звонили Лэн Сэвэнь Сань. Из империи Дэу с ним пытались выйти на связь Хо Цэн Шань, Пира и многие другие. Они отправляли ему разные отчеты о военных действиях. Луиня насторожила экономическая проблема страны, решить которую не помогла даже помощь горы отражений. Вот только экономика не была его сильной стороной, иначе он бы не попрошайничал у людей деньги. К счастью, хотя у империи Дэу и были проблемы, она была самодостаточной, просто на какое-то время придется отложить захват оставшихся частей сектора Синей Волны. В Святом Маяке все было хорошо, так как туда вернулась Венди, юноша, по сути, уже никому не был там нужен и его отсутствие. Что касается ночного банкета, он, естественно, закончился. Однако наряду с новостями о завершении банкета в сети появились слухи о смерти нашего героя. Какие-то умники даже смонтировали видео, где его как бы поглощает буря. Сперва никто в это не поверил, но со временем, поскольку никто не мог с ним связаться, люди стали полагать, что это правда. Смерть молодых и даже талантливых мастеров была привычным делом во вселенной. Если первый месяц народ еще обсуждал Луиня, то после волна ажиотажа стала утихать. В их звездном регионе каждый день происходило что-то интересное, поэтому было просто невозможно, чтобы люди постоянно обсуждали только его. Студенты Десятой Ветви пытались с ним связаться, но кроме обеспокоенности в их действиях юноша ничего не увидел. Однако Сяло за последний месяц очень уж часто писал ему, учитывая характер парня, это было очень странно. Открыв его последнее сообщение, наш герой резко нахмурился. Да Паа и Сяпаа попали в беду в Крае Смуты. Братья Паа были сиротами, которых приютила у себя Десятая Ветвь. Разумеется, за столько лет они узнали, что были родом из Края Смуты и оказались сиротами из-за злодеяний зала истребления. Оба были мотивированы отомстить за убитую семью, но спустя месяц после того, как они отправились туда, с ними уже нельзя было связаться. Сяло подозревал, что их либо поймали, либо убили. Луин немедленно решил связаться с парнем, но не смог, поэтому попытался дозвониться до Мишель, однако и она не ответила. В конце концов, он позвонил старикуцею. Наставник, что случилось с братьями Паа? Старик через экран вытаращил на него свои глаза. Мальчишка, ты жив? Так что с ними случилось? Сейчас с ними все в порядке, но они попали в ловушку на планете Древнего Наблюдателя. Точно все в порядке? Сяло сказал, что с ними уже давно невозможно связаться. Не знаю. Юноша нахмурился. Академию это не волнует? Глава 421. Наставник Цай видел недовольство нашего героя, что его рассмешило. Паршивец у Академии свои правила. Она вправе заступиться за студентов, но она не может вмешиваться в конфликты, созданные учениками, которые закончили обучение. Мы Академия, а не секта или клан, ты понимаешь? Луинь смущенно улыбнулся, что-то он действительно забылся. Академия все еще остается Академией, даже несмотря на то, какой по структуре она была. Понимаю, тогда я отправлюсь к древнему наблюдателю и разберусь, что да как. Старик попрощался с ним и прервал видеозвонок. Юноша посмотрел на напиток перед собой и задумался. Скорее всего, он все еще находился в крае штормов, а отсюда до края смуты даже со скоростью Авроры класса Искры уйдет месяц. Не говоря уже о том, что возможно изменение маршрута, плюс переход из одного края в другой. Одним словом, на дорогу может уйти два месяца или больше. Постучав пальцами по столу, он навскидку прикинул, что сможет добраться до края смуты за полтора месяца, но проблема заключалась не только во времени. Даже если он приедет туда, один он вряд ли сможет что-то изменить. На самом деле, ему незачем было так сильно беспокоиться, так как в крае смуты уже находились сяло и лулу. Ему сейчас просто нужно связаться с ними. Подумав о том, как это сделать, наш герой вдруг кое-что вспомнил и поспешно начал что-то искать в своем пространственном кольце. Вскоре он нашел расписку от Альфонса из секты Звездного Слона, которая находилась в крае смуты. Ранее на континенте Божественного Начала он заставил многих участников написать расписку, где они обязались выполнить одно его желание. В этих расписках было не только само обещание, но и контактные данные, поэтому Луинь без труда связался с парнем. Увидев перед собой опешившее лицо, юноша улыбнулся. Давно не виделись. Брат Лу, ты жив? Наш герой сделал вид, что удивился. О чем ты? Разве я умирал? Альфонса призадумался. Он видел последние новости о том, что Луиня поглотила буря. Теперь же, глядя на живого юношу, ему показалось, что все это было чьей-то злой шуткой. Брат Лу, тебе что-то нужно? Ты не забыл о своем обещании? Парень с чувством беспомощности спросил. Чего ты хочешь? Двое моих друзей из десятой ветви попали в ловушку зала истребления. Можешь ли ты помощь вызволить их? Зал истребления. Как они умудрились с ними поцапаться? Пытались отомстить. Кстати, насколько силен этот зал истребления? Ну у них всего два мастера сферы ловца по фамилии Бо. Однако они подчиняются и платят дань запечатанной башне. Ты, возможно, не знаешь эту секту, но она во всем крае смуты уступает разве что горе отражений. Наш герой нахмурился. Альфонса явно не лгал ему, да и причины не было. Видимо, двое братьев Бо хорошенько устроились. Нет никаких вариантов, как можно решить этот вопрос? Спросил Луинь. Парень покачал головой. Я не единственный преемник из Звездного Слона, поэтому ради моей прихоти секта не станет провоцировать запечатанную башню. Но зал истребления лишь пешка, разве они будут за них заступаться? Брат Лу, ты мало что знаешь о крае смуты. Здесь, чтобы начать с кем-то войну, подойдет даже самая бредовая и надуманная причина. Запечатанная башня очень воинственна, лишний раз с ней лучше не связываться. Юноша задумался. На древний наблюдатель сейчас не попасть. У тебя есть предложение, как я могу связаться со своими друзьями? Да, с этим я могу помочь, но в уплату долго. Наш герой прямо у него на глазах разорвал расписку. Доволен? Альфонс рассмеялся. Конечно доволен. Брат Лу, ты сможешь связаться со своими друзьями завтра? Луинь кивнул и прервал звонок. Разумеется, жаль вот так использовать расписку, но ему нужно было как можно быстрее узнать положение братьев Па, а также Сяло и остальных, дабы понять, отправляться ему в край смуты или нет. После он написал сообщение Хо Циншаню, что с ним все в порядке, и распорядился, чтобы они сосредоточились на экономике страны и не спешили завершать военные действия. Теперь осталась только одна проблема – извиниться перед Юань Цзином, ведь он пропустил ночной банкет. Но прежде чем связаться со стариком, ему нужно достучаться до Гуихау, Клан Байе поддерживал с ним связь лишь из-за Третьего Короля Ночи. Юань Цзин, скорее всего, пригласил его на банкет именно по этой причине, но он больше не мог предоставлять им никакой информации, опасаясь, что они все же смогут вызволить своего человека из области Великой Пустоты. Однако если он им ничего не предоставит, то станет для них бесполезен, что вызовет множество ненужных ему проблем. Империя Деу на данный момент и так столкнулась с трудностями. Если клан Байе перестанет препятствовать Янь Цзин, то эта безумная женщина вмешается в дело сектора «Синей волны» и разрушит его страну. Сделав большой глоток заказанного напитка, наш герой посмотрел на свою правую руку. Звездный зверь все еще спал. Вскоре стемнело, кафе вот-вот должно было закрыться. Юноша услышал приближающиеся шаги, закатил глаза и тут же исчез. Когда официантка вошла в комнату, где он сидел, она ничего не нашла, лишь пустой бокал. Женщина в полголоса заворчала на негодяя, что ушел не оплатив счет, но вдруг в комнату ворвалась группа людей с серьезным выражением лица. На первый взгляд они были хорошо обученными солдатами. Официантка была ошеломлена. «Где человек, который находился в этой комнате?» спросил старшей группы. «Я не знаю», слегка напуганно ответила женщина. Мужчина нахмурился и приказал своим людям. «Поднимите все службы и системы наблюдения на побережье. Активируйте распознавание лиц и найдите чужака». Есть. Луин не знал, что, активировав свой личный терминал, привлек внимание местных властей. Хотя эта планета технологически отставала от той же империи Деу, но все же смогла распознать незнакомый сигнал, исходивший от его устройства. Через два часа на вершине высокого дерева у берега океана юноша задумчиво смотрел на окруживших его солдат, которые, наставив на него оружие, что-то кричали. Лениво зевнув, наш герой снова исчез. На этой планете его силу можно было приравнять к силе бога, из-за чего информацию о его появлении быстро скрыла вся верхушка правительства. Луин же не собирался с ними контактировать, он просто ждал, когда Гуихау проснется. Спустя время от звездного зверя раздались какие-то звуки, поэтому юноша сказал. Обезьяна, мне нужно связаться с Юань Зином. Ты можешь придумать, как мне его обмануть? Гуихау зевнул из просонья, начал что-то мямлить. Наш герой не торопил его, а наслаждался прохладным ветерком и видом с крыши высокого здания. Вскоре зверь спросил. Седьмой брат, где мы? Не знаю, на какой-то планете края штормов. Ты что, не можешь проверить с помощью терминала свое местоположение? Нет, похоже какой-то датчик сломался. Невозможно, у тебя же есть доступ к сети вселенной? Сейчас это не важно. Лучше ответь мне на мой вопрос. Ты можешь придумать, как надурить Юань Зина? Ты продолжаешь ввязываться в это дело? Думаешь, они идиоты? Использовать Третьего Короля Ночи, дабы получить для себя какое-то преимущество, крайне рискованно? Еще немного, и они точно похитят тебя. Луин раздраженно ответил. Тогда я расскажу им все как есть, а они уж сами пусть решают, что с этим делать. Вот это правильно. Юноша не верил, что Первый Король Ночи решит похитить его, особенно если он раскроет, что его поддерживает группа Верховного Грома. Кстати, а как ты покинул то странное место? Спросил Гуйхау. Поднялся на вершину и упал в пространственный разлом, который там случайно оказался. Седьмой брат, я разве похож на дурака? Хорошо, расскажу как было. Я встретил там сильного отшельника и стал его учеником. Ага, как же, я прям так и поверил в этот бред. Говори, как ты выбрался? Зверь был недоволен. Я не знаю, вот это уже похоже на правду. Ты веришь в это? Выбраться из такого места мастеру сферы грани, все равно что одним махом достичь домена предка. То, что ты не знаешь как выбрался, говорит о том, что тебе просто повезло. К тому же это более чем подходит под те слухи, где говорится о стирании памяти у всех, кто выходил из бури. Довольно логично, посетовал наш герой. Конечно, я же столько лет путешествовал по звездному региону зверей и прошел через множество опасностей. Слушай, ты когда-нибудь слышал о песке судьбы? Откуда ты о нем узнал? Во мне их целых три, ответил юноша. Седьмой брат, я не дурак. Луинь покачал головой, понимая, что ему, вероятно, никто не поверит. Так что неважно, говорил он правду или врал. Песок судьбы является очень ценным сокровищем. Из того, что я знаю, он очень редок в масштабах вселенной, поскольку может пробудить различные способности и даже улучшить физическое тело. Я читал о нем, но сам никогда его не видел. Глава 422. Наш герой решил уточнить. Ты один из пяти лордов Академии Пустынных Душ, но не получил ни одного песка судьбы? Седьмой брат, ты победил Тяньхау, сильнейшего нашей Академии, а он никогда этот песок даже в руках не держал. Награда за межзвездные соревнования также не включала в себя это сокровище или хотя бы что-то равноценное, ответил Гуихау. Я слышал, что из-за этой штуки многие умирали. Мне тоже это известно, но подробностей я не знаю. Ладно, седьмой брат, не спрашивай об этом. Возможно, ты не увидишь ничего подобного за всю свою жизнь. Лучше займись делом, узнай, наконец, где мы находимся. Луинь поднял голову, так как уже думал об этом. Любая планета во внешней или внутренней вселенной находилась под контролем великой цивилизации, а значит, где-то тут должны были остаться ее следы. Следовательно, ему просто нужно найти их. Вскоре юноша умчался вдаль. Спустя время после его ухода здания, на крыше которого он был, окружила армия. Персональный терминал мог напрямую вторгнуться в любую примитивную сеть, поэтому наш герой быстро обнаружил, что самым опасным местом на этой планете была океанская впадина, расположенная посередине нескольких континентов. Она была шестиугольной и невероятно глубокой. В этом месте с давних времен таинственным образом пропало бесчисленное множество кораблей. Самая могущественная страна планеты исследовала этот регион, но ничего не смогла разузнать. В прошлом одна из сотни стран попыталась разбомбить впадину, но единственным результатом стала цунами, забравшая бесчисленное количество жизней на берегах окружающих материков, и вскоре после этого случая та страна распалась. В местной сети находилось множество фотографий странных космических кораблей, и все они были сделаны в районе этой впадины. Луинь быстро примчался к этому загадочному месту, наполнил свои глаза звездной энергией и посмотрел вниз. Вскоре он увидел линии рун, что сходились в одной точке и представляли собой силу пикосферы грани. Это означало, что там все же находился какой-то культиватор. Разумеется, это мог быть какой-то генератор энергии, но вероятность того, что это человек, была гораздо выше. В любом случае это место для юноши было не опасным, поэтому он ударил по поверхности океана. Реакция не заставила себя ждать, под ним тут же появился огромный водоворот. Наш герой обладал внушительной силой по меркам этой планеты, потому сделать что-то подобное для него не составило труда. Дно океана было темным, но в самом низу что-то искрилось. Луинь при помощи мерцания пустоты приблизился к странному сиянию и обнаружил космический военный корабль, оснащенный оружием уровня познания. Именно от него исходили те линии рун. Эта планета действительно находилась под присмотром могущественной цивилизации. Он без труда попал на борт судна и, высвободив поле, увидел дюжину людей, суетившихся вокруг. Большинство из них были на уровне слияния, но несколько человек находились на уровне грани. Схватив первого попавшегося мужчину, юноша спросил, в какой части вселенной находится эта планета. Человек в ужасе посмотрел на него, он не ожидал, что на их корабле появится посторонний, в крае первородной силы. Это где? Мужчина был в смятении от таких вопросов, но все же ответил. Он находится на пересечении краев Белой ночи, духовной печати и смуты, на западе внутренней вселенной. Наш герой был удивлен, мастер Му в одно мгновение перебросил его далеко на запад. Он ранее считал, что находится в крае штормов, а оказывается, все не так. В этот момент ему показалось, что для мужчины понятия расстояния просто не существовало. Если бы он захотел, то, наверное, смог бы забросить его обратно на землю. Но он был рад, что оказался здесь, поскольку находился очень близко к краю смуты. Задав еще несколько вопросов, юноша вырубил человека и спрятал его тело в небольшую комнату с какими-то датчиками, после чего направился в каюту капитана. Ему нужно было взять судно под контроль, иначе он просто не сможет покинуть эту планету. Однако как только он подошел к каюте, то услышал свое имя. Вы слышали? Знаменитый Луинни пришел на ночной банкет. Все говорят, что он погиб. Жаль, конечно, ведь клан Байе пригласил всех четверых сильнейших мастеров сферы Грани. Есин Чиня, Мужуна, Линдзю и его. Если бы он появился, то, скорее всего, Линдзю вызвал бы его на бой, чтобы решить, кто сильнее. Ничего ты не понимаешь. Сын дяди моей бывшей девушки учится в Академии Звездного Неба. Он слышал, что Луинь враждует с кланом Байе и что они специально пригласили его вместе с тремя сильнейшими в сфере Грани. Видимо, они планировали спровоцировать их на драку против него. Но Луинь довольно силен и известен, с чего клан Байе решил, что они смогут его этим подавить. По слухам, он достиг рекорда руки Бога, но другой судья сказал, что его сила все еще сильно уступает им, когда они находились на уровне Грани. Однако те трое – другое дело. Я даже не буду упоминать Есин Чиня, который в одиночку бродит по Космическому морю. Мужун является выходцем из Совета Десяти Приговоров. Ему помогают сами судьи, поэтому его можно спокойно признать одним из сильнейших в сфере Грани. Что касается представителя клана Лин, Линдзю, то ты, наверное, должен был слышать об их ужасающей силе. Так что Луинь сильно уступает этим троим. Получается, его перехваливали? Вероятно, но план клана Байе провалился, так как он даже не появился у них на банкете. Более того, он умудрился умереть, ха-ха. Я слышал, на том банкете Линдзю сумел значительно поднять свою репутацию, теперь все во вселенной знают его имя. Он вроде бы отправился в море падающих звезд, чтобы бросить вызов мастеру из рейтинга Звездного Неба. После победы он станет единственным в сфере Грани в этом списке. Кстати, поскольку клан Байе пригласил четырех сильнейших сфер Грани, многие молодые мастера вселенной оказались недовольны. Некоторые бросились к морю падающих звезд, дабы сразиться с Линдзю. Да, наш молодой мастер тоже туда пошел. Ой, наш мастер просто хочет повеселиться. Селенок ему не хватит, чтобы даже минуту продержаться в бою против такого, как Линдзю. Жаль, что мы не можем туда отправиться. Должно быть, море падающих звезд сейчас стало очень оживленным. Наш герой стоял возле каюты капитана и продолжал подслушивать, параллельно просматривая официальные новости, связанные с ночным банкетом. Он нашел множество фотографий молодых мастеров, которые там присутствовали. Самым ярким представителем был Линдзю. Его трон императора потряс всех, даже Яньцин на его фоне померкла. Довольно много мастеров бросили ему вызов, но ни один из них не смог ему что-то противопоставить. Луинь нашел видео одного из боев, где для себя подтвердил его силу, а также странную энергию, исходящую от его трона императора. Этот парень был из клана Линдзю, но он ничего не слышал о нем. Из любопытства юноша попытался что-то найти и вскоре перед ним появилась небольшая запись. Чем больше информации он получал, тем сильнее его это шокировало. Клан Линдзю был довольно пугающим. Этот клан представлял собой очень редкую ветвь человеческой расы. Их люди способны поглощать дары небес других для собственного пользования. Им под силу поглотить не более десяти даров, которые затем сливаются в один, сочетающий в себе все преимущества. Именно из-за этого все представители этого клана обладают суперсильным даром небес. Хотя вселенная была огромна и в ней действительно могло существовать что угодно, подобная врожденная способность поглощения чужих даров выходила за рамки понимания нашего героя. К счастью, клан Линд был немногочисленным, иначе даже клан Байе был бы ими подавлен. Однако независимо от того, насколько мало их было, этот клан считался ведущей силой, контролирующей край духовной печати. Любой из этого клана представлял собой абсолютную мощь. Линдзю был элитой среди элиты, а меч трон императора являлся его сформированным даром небес, что он получил после поглощения чужих даров. Вся эта информация была общедоступна, поэтому, прочитав ее, Луинь решил воспользоваться очками славы, чтобы изучить более секретные записи. Почти сразу ему удалось обнаружить, что клан Линн обладал ужасающей наследуемой техникой под названием расщепление души. Из-за постоянных войн на границе человеческого звездного региона ни одна сила не могла полностью скрыть свои техники и навыки. Например, клан Байе раскрыл дух вечной ночи, а клан Линн – расщепление души. Эта техника позволяла создавать двойника, причем копия обладала в точности теми же параметрами, что и основное тело. Подобная способность была невероятна, потому что не имела недостатков. Юноша на какое-то время потерял дар речи от того, что существует подобный клан с такой силой. «Эй, седьмой брат, ты просматриваешь записи клана Линн?» – спросил Гуихау. «Ты что-то о них знаешь?» «Конечно, клан Линн – настоящая головная боль моего звездного региона зверей. У них очень мощные дары небес и сильная техника расщепления души. Большинство культиваторов не могут им ничего противопоставить. К счастью, их с каждым поколением становится все меньше и меньше, поэтому мы уже давно на границе с ними не сталкивались. Кто там?» Со стороны в коридоре появилось несколько человек, что с удивлением уставились на незнакомого им парня. Наш герой небрежно толкнул дверь каюты капитана. Внутри находилось двое человек, которые ошарашенно уставились на него. Они были на этой планете довольно долго, но никогда не сталкивались с посторонними, из-за чего какое-то время не знали, как им отреагировать. «Запускайте корабли, проложите маршрут к планете древнего наблюдателя, что находится в крае смуты», сказал Луинь, подойдя к большому экрану, где отображалась звездная карта. В этот момент люди, находившиеся снаружи, ворвались внутрь и нацелились на юношу бластерами. Те двое, что были в каюте, тоже наконец-то пришли в себя и один из них спросил. «Кто ты?» Наш герой развернулся и его глаза замерцали воинственным блеском, когда из-под его ног вырвался сильный поток чистой звездной энергии, который тут же придавил всех к полу. «Мне придется вас побеспокоить, доставьте меня на древний наблюдатель и тогда никто не пострадает». Глава 423 «Мы не сможем туда попасть, так как пространство вокруг той планеты запечатано. Любая странная аномалия, например космический корабль, будет автоматически уничтожена», ответил один из людей. Луинь нахмурился. «За этой планетой кто-то следит, какой-нибудь старший?» «Да. Позовите его сюда и скажите, что вас взяли в заложники». Все были потрясены и в растерянности посмотрели на юношу. Наш герой грозно уставился на них и те немедля подчинились. Спустя некоторое время космическое судно окутало мощное аура. Луинь продолжал смотреть на экран, время от времени проверяя свой терминал. Альфонсо пообещал ему помочь связаться с кем-нибудь из десятой ветви на древнем наблюдателе, и по идее, ему вот-вот кто-то должен позвонить. Он не пытался контролировать людей на корабле, позволив им покинуть каюту капитана. Вскоре в помещение вошел мастер сферы познания, который хмуро уставился на него. «Это ты захватил корабль?» Юноша обернулся и кивнул. Мужчина сперва был в замешательстве, но потом оказался потрясен. Пробормотав себе что-то под нос, он громко крикнул в проход. «Отвезите этого джентльмена туда, куда он хочет». Люди были ошеломлены. «Но наша миссия — охранять эту планету». Человек мрачным тоном приказал. «Отмените миссию и немедленно выполните его просьбу». «Есть». Люди все еще были удивлены, но перечить главному не стали. «Спасибо», — сказал наш герой. Мастер сферы познания неохотно улыбнулся и ушел. Вскоре космическое судно взмыло в небо, а мужчина, паря над океаном, провожал его взглядом. Он жив, он смог пережить бурю и даже достиг края первородной силы. Едва ли можно поверить в то, что парень сделал это сам. Вероятно, ему помогает какая-то мощная организация, поэтому лучше с ним не ссориться. Надеюсь, он сразится с Линдзю, мне очень хочется узнать, имеет ли он право считаться сильнейшим в сфере грани. Край первородной силы находился по соседству с краем Белой ночи, потому все живущие здесь очень внимательно следили за новостями о ночном банкете. Именно по этой причине этот мастер познания сразу же узнал Луиня. Выйдя в открытый космос, юноша попытался связаться с Сяло. Вскоре перед ним появилась голограмма знакомого ему парня, который с улыбкой сказал. Так ты правда жив? Как дела? Все в порядке, пока что меня не раскрыли. Где старшие братья? Их схватили, но не волнуйся, многих на древнем наблюдатели арестовали. Можно сказать, им просто не повезло. Понял, а что насчет самой планеты? Говорят, она опечатана. Только что группа людей пыталась прорваться, им удалось разбить блокаду, но ее скоро восстановят. Повезло, что ты позвонил мне как раз в это время, иначе у нас бы не получилось созвониться. Я сейчас в крае первородной силы и направляюсь к вам. Скоро встретимся и попытаемся вызволить старших братьев. Не знаю, получится ли, они же пришли ради мести, и не факт, что захотят уходить. У нашего героя из-за этого разболелась голова. Два брата Бо из зала истребления в сфере ловца, каким образом они планируют отомстить? Сяло пожал плечами. Видимо, наши старшие больше не могут себя сдерживать. Они уже убили четырех влиятельных мастеров зала истребления, что сильно разозлило братьев Бо, поэтому те и установили блокаду. Луинь подумал о чем-то, прежде чем ответить. Передай им, что в будущем они смогут отомстить, но сейчас лучше отступить. Я попробую их уговорить. Мэн Юэйчжа и Лунь уже пробрались в их укрытие, так что скоро мы перегруппируемся и будем ждать тебя. Юноша кивнул и завершил звонок, после чего посмотрел в иллюминатор. У каждого культиватора во вселенной были свои проблемы и враги. У него они тоже имелись, и куда страшнее, чем у братьев Па. Самым явным для него врагом был кто-то из десяти судей, но пока он не знал, кто именно, поэтому не мог слепо мстить. Нужно все спланировать и действовать шаг за шагом. Он понимал, что с его местью ему никто не сможет помочь, даже Верховный Рен. А все из-за происхождения десяти судей. То, что оно у них невероятно высокое, факт, и сомневаться в этом глупо. Можно сказать, что титул судей включал в себя половину вселенной, и это чисто его предположение, ведь все могло быть куда серьезнее. Поэтому его путь мести будет очень трудным. Враги братьев Па, всего лишь два мастера сферы ловца. Если он захочет, то, используя свое влияние, сможет подавить их. Однако сейчас самое главное, добраться до древнего наблюдателя. Но перед этим наш герой хотел решить один неотложный вопрос. Он снова включил свой терминал и вскоре перед ним появилась голограмма Юань Цзина. Младший Инь, ты жив? Луинь понимал, что старик не стал бы радоваться, если бы он не представлял для него никакой ценности. Он прекрасно осознавал свое положение, но ему было все равно, поскольку от этого общения он получал некие преимущества. Дедушка Юань, простите, что побеспокоил. Тебя поглотила буря? Юноша кивнул. Глаза старика засияли любопытством. Каково это? Наш герой в замешательстве покачал головой. Не знаю, я ничего не помню о том, что там произошло. Юань Цзин был разочарован ответом, но для него это было ожидаемо, так как все, кому удалось выбраться, тоже теряли память. Сам-то ты как? Все в порядке? Обеспокоенно спросил старик, подобно доброму старейшине, переживающему о своем молодом поколении. Получил рану, но это несущественная проблема. Спасибо вам за заботу и простите, что не появился на ночном банкете. Юань Цзин махнул рукой. Хорошо, что ты в порядке, остальное не важно. Ах да, младший инь, ты знаешь что-то еще об области великой пустоты? Луинь был удивлен. Я рассказал все, что знаю, мне незачем что-то скрывать. Точно ничего, например, есть ли способ справиться с древним эфемером? Древний эфемер, я не знаю. Старик внимательно посмотрел ему в глаза, но не увидел в них ничего такого, от чего разочарованно вздохнул. Забудь, если сможешь что-то вспомнить, обязательно сообщи мне. Не волнуйтесь, я позвоню вам, если что-то узнаю. После чего видеозвонок завершился. Юноша, наконец, смог расслабиться. Он боялся, что Юань Цзин сразу же разорвет с ним все связи, но тот оказался терпеливым. Однако факт остается фактом, теперь он ничего не стоит в его глазах, а значит, старик больше не будет ради него ограничивать Янь Цзин. Это стало для нашего героя новой проблемой. Ему нужно придумать другой способ повысить свою ценность в глазах Юань Цзина, иначе сектор синей волны погрузится в хаос. У него была целая куча важных дел, которые он должен сделать прямо сейчас. Экономика империи Дэу была в тяжелом состоянии, а теперь еще и Янь Цзин добавится. Также была проблема с братьями Паа, а вдобавок к этому ему самому нужно найти способ заработать денег. Все это было для него важным, особенно то, что касалось материальных вопросов. Ему нужно как можно быстрее достичь пика грани, а без денег у него уйдет на это несколько лет. Для него все же главной целью была сфера познания, ведь только когда он овладеет ей, то сможет беспрепятственно путешествовать по вселенной. Луин долго размышлял, что ему делать, и в итоге решил поднять свой уровень черотворства после того, как спасет братьев Паа. Это поможет ему подзаработать и повысить свой статус. Затем можно будет побеседовать с очаровательной Люфусей и попросить у нее помощи для империи Дэу. Также ему нельзя забывать о планете праведной природы. Когда у него появятся деньги, там он сможет очень быстро повысить свою силу. Пока он думал о разных вещах, космический корабль остановился на большом судне, которое перевозило через притоки Звездной реки. Наблюдая за рекой, юноша предвкушал поездку в Космическое море. Именно там прославился Есин Чинь, хотя мало кто видел его силу. Однако то, что он путешествовал по такому опаснейшему месту, достойно того, чтобы он входил в четверку сильнейших сфер грани. Сказанное Гуйхау было верным. Он должен найти себе товарищей, чтобы отправиться в Космическое море. Если же он этого не сделает, то определенно будет сожалеть, что не побывал там. Как правило, на гигантском судне все корабли были закреплены и никто их не покидал, ожидая прибытия в другой край потока. Однако были и исключения. Наш герой стоял в каюте капитана и смотрел, как мимо проходили группы людей, в которых обязательно присутствовали красавицы. От их вида даже он был немного возбужден. Тем не менее его не интересовали подобные вещи. Напротив, это напомнило ему Амин Янь. Сохранились ли ее чувства к нему после столь долгой разлуки? Просматривая информацию о секторе Темного Тумана, он увидел, что большая часть сил все еще противостояла ущелью Темной Звезды, но, кажется, они все же достигли какого-то соглашения, что ослабило напряжение между ними. Луинь понимал, что ему нужно вновь разжечь там пламя войны. Оторвав взгляд от терминала, юноша неожиданно увидел знакомую фигуру. Разве это не Куанши? Когда он занимался грабежом пиратов, именно на корабле этого человека он по неосторожности серьезно ранил Джо Байе, а затем произошло все то, что в итоге закончилось встречей с тем странным стариком на пустырнике. Он совсем не ожидал встретить здесь этого человека. Наш герой без колебаний погнался за ним. Хотя именно он стал причиной ранения Джо, ему почему-то хотелось отомстить мужчине за это происшествие. Куанши за прошедшее время сильно изменился, он достиг сферы познания и сейчас направлялся в какое-то немноголюдное место. Луинь преследовал его, нисколько не беспокоясь о том, что его обнаружат, ведь у мужчины просто не было такой возможности. Глава 424. Вскоре Куанши завернул в темный переулок и рядом с ним появились две фигуры, одетые в черные мантии. Наш герой прислонился к стене, сдерживая свою ауру полем. Передача Дани на этот раз пройдет на планете «Нефритовая лошадь» в городе Джунсин, на улице 723. «Тебе нужно хорошо подготовиться», сказала одна из двух фигур. Мужчина кивнул. «Я уже давно готов». «Верно, на этот раз другие регионы не смогут нас обогнать», сказала другая фигура. «Это хорошо, капитан не любит проигрывать. Вы уже должны были это понять», сказала первая фигура и тут же исчезла. А другая неуверенно взглянула на Куанши. «Ты точно готов?» «Готов, не волнуйся. Внутренняя вселенная сильно отличается от внешней, тут с твоей силой тяжело выжить, но я надеюсь, ты справишься», договорив. Вторая фигура тоже ушла. Мужчина не стал задерживаться в этом месте и быстро удалился. Все это время Луинь слушал их разговор. Место передачи Дани его очень сильно заинтересовало. Раз это было Дани в этом был замешан Куанши, значит за всем этим стояли пираты. Следовательно, у него появилась возможность подзаработать. Юноша ушел, вспоминая узор, который увидел на куртке мужчины. Подобного он ни разу не видел, поэтому попытался найти что-то в своем личном терминале. Однако в общедоступной сети никакой информации по этому символу не было. Когда же он вернулся на корабль, то начал поиски уже с помощью очков славы, и только так смог найти необходимую информацию, что его совсем не удивило. Тот узор был гербом пиратов черной бороды. Эта группа обитала в крае смуты, где они считались сильнейшими среди пиратов, и все, кто находились под их покровительством, обязаны платить им ежегодную дань. Взамен пираты обеспечивали их защитой, эффективность которой зависела от размеров Дани. Наш герой не ожидал, что Куанши присоединится к такой группе, более того, он был ответственен за передачу Дани. Возможно, мужчина предложил что-то очень ценное, раз его статус в банде был столь высок. Пираты, по сути, являлись свободными людьми, поэтому даже Верховный Рен, которого прозвали королем пиратов, не мог приказывать им. Он был в праве лишь просить других о помощи, используя свою репутацию. Следовательно, такая крупная банда, как Пираты Черной Бороды, скорее всего, не подчинялась Верховному Рену, а значит, он мог без зазрения совести их ограбить. Луинь был взбудоражен, ему как раз нужны деньги, поэтому можно попробовать украсть Дань. Главное, не натолкнуться на мастера сферы перемен, иначе у него будут проблемы. Пираты Черной Бороды могли объединить всех пиратов в крае смуты, так что, вероятнее всего, их глава был в сфере просвещения. Поэтому даже если ему удастся украсть Дань, он должен замести следы, дабы в будущем не столкнуться с неприятностями. Юноша с нетерпением ждал, когда получит Дань, и был из-за этого очень взволнован. Когда гигантское судно достигло края смуты, наш герой быстро направился к нефритовой лошади. Он все заранее проверил и обнаружил, что эта планета находилась возле древнего наблюдателя. В то же время космический корабль Куанше также направился туда. Нефритовая лошадь – небольшая планета, где цивилизация была даже менее развита, чем на той планете, куда его переместил мастер Му. Луинь попросил один из звездолетов на военном корабле, после чего установил место посадки и, покинув судно, вошел в атмосферу планеты. Военный корабль же отправился в Освояси. Вскоре юноша приземлился на Землю и спрятал звездолет так, чтобы его не нашел ни один местный. Затем он посмотрел на карту и отправился в нужное ему место. Цивилизация на планете была действительно отсталой. Здесь только-только научились делать огнестрельное оружие. Улица 723 находилась в черте города Джунсин, где располагалось одно единственное здание, похожее на церковь. Прежде чем что-то сделать, наш герой скрыл свою ауру и нашел одежду местных жителей, а после встал на отдаленном от церкви расстоянии и наполнил глаза звездной энергией присмотревшись к ней. Почти сразу по количеству рун он понял, что внутри находился мастер сферы перемен. Луинь отвел взгляд, чтобы не привлечь внимания. Внутренне он был удивлен, что пираты черной бороды на сбор Дани послали столь сильного мастера. И при этом нельзя было отрицать, что, возможно, появятся еще более сильные культиваторы. Одним словом, пираты черной бороды на самом деле были сильны. Юноша решил не оставаться тут. Даже используя поле и технику скрытности, его все равно могли обнаружить. Отойдя на безопасное расстояние, он глубоко вздохнул. Здесь у него ограбить пиратов не получится, что было досадно, поскольку ценность Дани определенно была невероятно большой. Стоп, раз он не мог сделать это тут, то что насчет других мест? Например, там, где приземлится корабль пиратов. Наш герой нажал что-то на своем терминале и просканировал окружающую местность. Скорее всего, пираты не станут высаживаться прямо в этом городе, а выберут ближайшее место, где легко спрятать корабль. Вокруг города была равнина, а также холмистая территория и большой лес. Так что, наверное, они выберут что-то из этого. Равнина и холмистая местность не особо подходят, дабы скрыть космическое судно, поэтому, вероятнее всего, пираты выберут лес. Глаза Луиня заблестели предвкушением, его терминал был более дорогого вида, но даже он не мог отсканировать весь лес. Получается, если там начнется бой, мастер в церкви этого не обнаружит. Главное, чтобы никто не заметил, что он напал на приземлившихся пиратов, тогда все будет хорошо. Вскоре после этого юноша добрался до леса и нашел предположительное место, где мог бы приземлиться корабль. Подумав о чем-то, он ударил перед собой мощным всплеском силы. Таким образом он хотел проверить, отреагирует ли мастер сферы перемен. Если ничего не произойдет, он устроит здесь засаду. В худшем случае у него был нефрит, подаренный мастером Му. Он сможет его использовать, правда жаль, что только один раз. Подождав некоторое время, реакции от культиватора в церкви не было. Наш герой почесал затылок и решил ударить еще раз, но посильнее, однако даже тогда никакого ответа не последовало. Теперь он был полностью убежден, что это место безопасно, так что тут можно устроить засаду. Похоже, тот мастер сферы перемен в церкви не владел полем, а значит, он был совсем обычным, ничем не примечательным культиватором. Спустя пару часов, сидя на вершине дерева, Луинь увидел приближение нескольких красных точек. Это были космические корабли, один из которых спускался как раз в лес, где он находился. Хорошо, что они совершали посадку одновременно, так мастер перемен не станет обращать внимание конкретно на это судно, что садилось в лесу. Бум! Когда корабль приземлился, земля вздрогнула, а огромная пламенная волна опалила ближайшую растительность. Через пару мгновений из судна вышел крепкий мужчина с грозным видом, за которым следовала дюжина людей. В основном все были в сфере грани, но среди них находились и мастера на уровне стража и слияния. Присутствовали также два человека в сфере познания. Суровый мужчина средних лет культивации превосходил их всех. Капитан, мы тогда здесь вас подождем. Главарь кивнул и направился в сторону города. Наш герой осмотрел его усилив свои глаза и увидел, что он хоть и был на уровне перемен, но рун у него было не так уж и много. С этим пиратом он должен справиться. Мужчина вышел из леса, но тут же наткнулся на крестьян, что несли воду туда, где пылал пожар. Он решил не обращать на них внимания, но один из людей преградил ему путь и напуганно спросил. «Господин, не могли бы вы нам сказать, насколько велик пожар? Пожалуйста, помогите нам его потушить». Пират сердито фыркнул на него прочь. Человек был встревожен, но явно не хотел вот так просто отпускать его. Мужчину это разозлило, поэтому он без угрызения совести ударил его. Однако в следующий момент он почувствовал опасность и его что-то очень сильно ударило в грудь, отбросив обратно в сторону леса. Пирата вырвало кровью и он с тревогой поспешно активировал броню. Луинь переместился ему за спину и снова ударил тридцатикратной дрожащей ладонью, не давая ему и шанса что-либо сделать. Мужчина был потрясен силой и попытался увернуться, но его органы уже были сильно повреждены, поэтому он не мог толком пошевелиться. На него вновь обрушилась безжалостная ладонь и впечатала его в землю. К счастью, он успел надеть броню, иначе бы этот удар его точно прикончил. Мгновением после из леса выбежали два мастера сферы познания, которые попытались защитить своего капитана, но они были довольно слабы. Юноша справился с ними в два счета с помощью небесного когтя зверя. Глава 425. Луинь подошел к главарю и посмотрел на него сверху вниз. Его реакция оказалась довольно быстрой, даже когда он пытался ввести его в заблуждение. Присев перед ним на корточке, он забрал его пространственное кольцо, взял каплю крови и быстро умчался от этого места как можно дальше. Что касается самого мужчины, то он хоть и не убил его, но позаботился, чтобы тот провалялся минимум два дня без сознания. Юноша быстро добрался до своего звездолета и спешно покинул планету. Когда он оказался в открытом космосе, то смог наконец-то вздохнуть с облегчением и решил проверить награбленное. Увидев содержимое кольца, наш герой был в восторге. Внутри находилось более тысячи звездных эссенций. Из-за такой суммы, которую он никогда не видел, у него участилось дыхание. Даже Лулу со своим богатым происхождением не управляла такими деньгами. Не удивительно, что пираты послали охранять дань мастера сферы перемен. А ведь это был один корабль из нескольких. Возможно, и у других была схожая сумма. Луинь даже представить не мог, сколько всего денег собирали пираты черной бороды. А что насчет отряда Верховного Грома? Их лидера называют королем пиратов, так что у него, скорее всего, еще больше денег. Может, когда он отправится в космическое море, то ему в качестве приветственного подарка перепадет пару тысяч эссенций. Он был бы не против. Помимо звездных эссенций, в кольце были обычные предметы, лекарства, оружие и прочий хлам. Опасаясь, что он упускает что-то ценное, юноша решил использовать технику звезды. В тот момент, когда техника начала действовать, он обнаружил кое-что необычное среди эссенций. Это было маленькое устройство, видимо трекер, отслеживающий местонахождение кольца. Наш герой задумал уничтожить его, но остановился. В его глазах мелькнул ехидный блеск, и он быстро убрал все звездные эссенции вместе с трекером в свое кольцо. Жаль, что в том лесу приземлился не Куан Ши, а один из тех двух людей в черных мантиях. Хотя вряд ли бы мужчине дали перевозить столько денег, так как он был в сфере познания. Глядя на звездное небо, Луинь был весьма взволнован, ведь он никогда раньше не держал в руках такой огромной суммы, что невольно подняло его уверенность в себе. Седьмой брат, а ты случаем раньше не был пиратом? Твоему мастерству грабить кого-то уже давно можно выдать премию, сказал Гуихау. Юноша громко рассмеялся, он был в хорошем настроении, поэтому не воспринял слова зверя всерьез. Седьмой брат, раз у тебя теперь столько денег, давай купим корабль получше. Наш герой кивнул, это предложение было ему по душе. Он хотел купить хотя бы аврору класса искры, что стоило не особо дорого, всего 10 звездных эссенций. Корабли у пиратов черной бороды определенно были быстрее, чем его нынешняя рухлядь, поэтому, даже имея фору в два дня, он, вероятно, не успеет добраться до древнего наблюдателя. Более того, капитан пиратов, которого он ограбил, оставил своих людей в лесу. Они могли намного раньше обнаружить случившееся. С учетом всего этого Луин незамедлительно направил свой звездолет к ближайшей планете, где находилась космическая станция. Спустя некоторое время юноша вышел в открытый космос уже на авроре класса искры. Со скоростью этого звездолета на дорогу до древнего наблюдателя у него уйдет всего полдня, что было в 10 раз быстрее, чем если бы он попытался долететь на старом корабле. Когда наш герой прибыл в нужное место, мужчина сферы перемен еще лежал в отключке. Прошел день, а пираты черной бороды даже не зашевелились. Они были настолько самоуверены, что потеряли бдительность. Планета древний наблюдатель до сих пор была опечатана силами золоистребления. На нее можно было попасть, но не выйти. Припарковав свой звездолет на космической станции, Луин решил связаться с Сяло, но не смог. Столица этой планеты называлась Ханьда, именно там находились два брата Бо. Наш герой не торопился искать своих друзей, а отправился туда, чтобы узнать окружающую обстановку. С его техникой скрытности никто не мог определить его уровень силы, поэтому он легко пробрался в штаб золоистребления через кухню. Там он оставил тот самый трекер из кольца пирата, спрятав его в незаметном месте, и ушел. Теперь осталось дождаться нападения пиратов черной бороды, подумал взволнованный от своего же плана юноша. Разглядывая ночное небо, Гуйхау похвалил его. Седьмой брат, ты неплохо придумал, но не боишься, что зал истребления тебя вычислит. Каким образом? Несмотря на то, что они знают, что ничего не делали, пиратам будет все равно, поскольку трекер передаст им последние координаты именно их штаба. Пока они будут разбираться друг с другом, я смогу забрать всех своих людей. Эта планета довольно большая, думаешь тебе хватит времени всех найти? Звездный зверь засомневался. Да не особо это сложно, тем более когда начнется хаос, то никто не будет мне мешать. По-твоему, братья Пааа находятся где-то возле Ханьда? Луин кивнул, так как это было логичным выводом. К счастью, не все владели полем, иначе он бы не чувствовал себя так раскрепощенно. На континенте божественного начала Мин Джаашу обнаружил его только потому, что у него на тот момент не было поля. Без этой способности за человеком очень легко следить, и повлиять на это уровнем культивации невозможно. Вскоре после прибытия юноши на древний наблюдатель мужчина сферы перемен начнулся. Ему помогли местные крестьяне и он, подавив боль от тяжелых травм, поспешно связался с пиратами черной броды. За многие годы существования этой группы пиратов в Крайсмута их ни разу не грабили. Произошедшее было для них ударом под дых, в частности для их главы. Как только новость об этом была обнародована, все пираты в Крайсмуты были мобилизованы, после чего старшие начали проверять пропажу по трекеру, поклявшись заставить вора пожалеть о содеянном. Ответственный за сбор дани в этой области мастер сферы ловца был разгневан, что подобное случилось в его смену. Он понимал, что если не разберется с этим, то станет ходячим посмешищем для всех пиратов. Нашел сигнал пропал в этой области. Один из пиратов вывел на экран звездную карту, указывая на точку, подсвеченную красным светом. Мастер сферы ловца, сощурившись, посмотрел на карту. Древний наблюдатель. Те двое братьев Бо совсем страх потеряли. Передайте главе, что я разберусь с этим, иначе не быть мне больше мужчиной. В это время наш герой спрятался в трущобах Ханьда и решил покрутить свой кубик. У него было довольно много денег, так что было бы недурно, если бы выпала тройка. В этом случае он сможет улучшить половину белого плода, который, по словам наставника Тан, при должном качестве мог даже спасти от смерти. Помимо этого, у него были и другие предметы, что можно было улучшить, например, космический доспех или кожа предка Ушена. Правда, он не знал, возможно ли это сделать, но попытка не пытка, верно? Подумав об этом, Луинь горько улыбнулся. Он хотел сделать слишком много, но понимал, что пусть у него сейчас и было много денег, но для улучшения сокровищ даже тысяча звездных эссенций, это песчинка на дне моря. Юноша зашел вглубь трущоб и, прежде чем призвать дар небес, активировал поле, дабы слиться с окружающим пространством и еще сильнее скрыть свою ауру. Однако как только он это сделал, то почувствовал присутствие чужого поля. Он резко повернулся и посмотрел на запад. В то же время на западе Сяло взглянул на восток с ухмылкой на лице. Он только что ощутил знакомое поле, его глава десятой ветви, наконец, добрался сюда. Наш герой тоже понял, что это было поле парня, от чего невольно захотел рассмеяться. Планета была такой большой, но они, видимо, размышляли похожим образом, поэтому оба пришли в это место. Район трущоб был большим, но поле Луиня занимало лишь одну треть всей территории, а раз он почувствовал своего товарища, то, значит, он находился где-то в пределах этой части. Вскоре юноша вошел в ветхий дом, где увидел Сяло Лулу. Мишель Залулу. Кака, Хэйсюяй Хэйбайе. Одним словом, здесь собралась вся десятая ветвь. Брат Лу, ты пришел. Кака была приятно удивлена. Все остальные тоже посмотрели на него, его появление увеличило силу их отряда. Похоже, мы думаем одинаково. Сяло улыбнулся в своей привычной манере. Он почти всегда так выглядел. Разве что когда встречал Сильвера, то резко менялся. Наш герой кивнул ребятам и обратился к парню. Я не ожидал, что вы находитесь тут, а пришел сюда, поскольку предположил, что где-то неподалеку удерживают братьев Паа. Ну, Мэн Юэйчжа и Лун уже выяснили их точное местонахождение. Они находятся под Ханьда. Под землей, под столицей на глубине тысячи метров есть огромная шахта. Всех, кого поймали, отправили туда, включая братьев Паа. Мэн Юэйчжа и Лун же сейчас находятся прямо под нами. Луин из любопытства направил поле в землю и через тысячу метров действительно обнаружил огромную шахту. Какой план? Спросил юноша. Мишель закатила глаза. Неважно, какой план вы там придумаете, если по нашей душе придут два ловца, нам конец. А Академия ничего не сказала насчет того, что вы пришли сюда. Лула усмехнулась и взяла в руку металлическую молнию, начав подбрасывать ее, словно игрушку. Глава 426. Наш герой сразу понял, почему Академия позволила им отправиться сюда. С силой металлической молнии даже Дуэтбо не сможет ничего сделать. Если они воспользуются этим устройством должным образом, их вообще никто не сможет остановить на этой планете. Кроме того, зная насколько девушка богата, у нее точно была не одна подобная штука. Сколько их у тебя? Луин не удержался от любопытства. А ты угадай. Юноша бросил ей 50 звездных эссенций. Возвращаю долг. Лула удивилась. Так быстро. Все остальные тоже были удивлены. Это же звездные эссенции, а не кристаллы. 50 штук равноценно 5 миллионам, что было огромной суммой для студента. Однако он умудрился их где-то достать. Это небольшая сумма, ее легко заработать. Девушка внимательно посмотрела на него, прежде чем сказать «Хорошо». Кажется, в следующий раз, если ты будешь занимать у меня деньги, мне стоит задуматься о процентах. Наш герой сжал кулаки, захотев ударить себя по губам. Вот кто просил его так ей отвечать. Седьмой брат, ты такое трепло. Сказал Гуихау. Братся, скажи Мэн Юэйчжа и Луну приготовиться. Мы попытаемся сбежать отсюда с братьями Паа, как только на Древнем Наблюдателе начнется хаос, заявил Луинь. Ребята были в смятении. Хаос, вопросы в сторону. У нас мало времени, чтобы подготовиться. Кака подбежала к нему с нетерпеливым взглядом. Брат Лу, расскажи мне, я обещаю сохранить этот секрет. Юноша громко рассмеялся и прошептал ей на ухо, но девушка тут же выпалила. Пираты черной бороды. Наш герой потерял дар речи. Все посмотрели на него с изумлением. В глазах Мишель промелькнул холодок и она спросила. Значит, слухи о том, что ты связан с пиратами, правда? Не выдумывай себе невесть, что. Я не имею с ними ничего общего, просто узнал, что кто-то из зала истребления украл сокровища пиратов черной бороды, так что скоро они прибудут сюда. Это никак со мной не связано. Девушка ему явно не поверила, так как ее брови слегка сморщились и она продолжила говорить. Надеюсь это так, иначе я попрошу сестру, чтобы молодежный совет лишил тебя статуса. Луин хмуро посмотрел ей в глаза и холодно ответил. Женщина, тебя не должны волновать мои дела. Народ в шоке уставился на него и в комнате внезапно повисла неловкая тишина. Хотя студенты десятой ветви проучились вместе уже пару лет, их отношения нельзя было назвать гармоничными. Хэйсюй ни с кем не общался. Хэйбайе всегда оставался в одиночестве, а Мишель и вовсе держала дистанцию. Кроме того, всем были известны ее мотивы поступления в Десятое Звездное Небо. Они были не то что нечисты, а даже враждебны. Хотя она в итоге ничего не сделала, но это только пока. Девушка привыкла смотреть на вещи с точки зрения молодежного совета, поэтому ее манера поведения казалась высокомерной. Юноша же, наоборот, никогда не терпел таких людей, ведь даже Вэнди смелый умудрялся ставить на место, что уж говорить про нее. Кака поспешно оттащила нашего героя в сторону, дабы сгладить ситуацию. Мишель тихо села за стол. Сяло подошел к окну и посмотрел в небо. Вскоре планета погрузится в хаос. Брат Лу, есть одна неприятная новость. Судя по тому, как действуют многие крупные силы, у всех пленных, скорее всего, будет устройство отслеживания. Даже если нам удастся спасти наших старших, сбежать с ними, совсем другое дело, сказал парень. Глаза Луиня заблестели. Давай подумаем, как это решить, когда спасем их. Шанс у нас все равно будет только один. Кстати, кака, почему Хаисю и Хуэйбайе пришли сюда? Поинтересовался юноша. Из-за задания Академии с довольно щедрой наградой. Наш герой предполагал что-то подобное. Оказывается, Академия все же вмешалась, но изменила подход к студентам, чьи личности были намного выше, чем у до этого Бо. Даже если зал истребления их поймает, то не посмеет и пальцем тронуть. Ему вдруг стало жалко братьев Бо. Они не могли убить своих врагов, при этом им все равно приходилось страдать от их действий. Помимо этого, скоро еще появятся пираты черной бороды. В общем, их положение было незавидным. После долгого разговора с Кака, к нему подошла Лу и серьезно спросила. Скажи мне правду, что-нибудь осталось от бессмертного Юйшана, императора. Какое ты к нему имеешь отношение? Не прикидывайся дурачком, ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Луинь покачал головой. Что я должен знать? Я проверила столицу империи и узнала, что когда дворец был закрыт, то в него входил только ты. У тебя также было подаренное бессмертным Юйшанам кольцо власти, у которого определенно должна быть особая роль. Например, ты мог с его помощью что-то получить. Юноша про себя усмехнулся. Похоже, девушке не удалось найти информацию о надзирателе Юй, поэтому ей ничего не оставалось, кроме как действовать на пролом. Тебе стоит спросить об этом в Инде. Она была последней, кто покинул дворец, а я когда пришел туда, то там уже ничего не было. Лулу закатила глаза и хитро улыбнулась. Тебе ведь до сих пор нужны деньги? Наш герой кивнул. Если ты расскажешь мне секрет бессмертного Юйшана, я заплачу тебе крупную сумму. Что насчет ста звездных эссенций? Или может, тебя заинтересует вечный вип-статус в банке Мобиус, который позволяет брать беспроцентный кредит до 10 тысяч эссенций? Девушка пыталась соблазнить его. Хорошо, я открою тебе секрет. Лулу была поражена, что ей так легко удалось его купить. Тогда рассказывай. Ты что, пытаешься меня развести? Я-то вот тебе расскажу, но вдруг ты потом не сдержишь свои слова? Девушка яростно уставилась на него, а затем что-то нажала на своем личном терминале. Говори, если твои слова будут достаточно ценными, я напрямую подам заявку в клан с просьбой выделить тебе огромную сумму. Эф, будто что-то поменялось. Давай сначала заключим договор. Сколько у тебя сейчас металлических молний? Я хочу купить парочку. Ты хочешь купить их? Думаешь, я-то, кому не хватает денег? Кахэм. Я знаю, что ты богатая, но у меня нет металлических молний. Быть может ты дашь мне немного. Лулу закатила глаза. Хотя она была богатой, но вовсе не глупой, и отдавать свои вещи даром не собиралась. Сколько ты хочешь купить? Металлические молнии дорогие, поэтому я смогу купить всего парочку. Пробубнил Луинь, но достаточно громко, чтобы его смогла услышать девушка, которая, кажется, поняла его намек и решительно достала 30 металлических молний. Какого одна штука стоит 50 звездных эссенций, а у нее их 30? Эта женщина чертовски богата, воскликнул Гуихау. Юноша тоже был ошеломлен. Он знал, что Лулу богата, но не до такой степени. Ранее старик Цай сделал ему скидку в 100 эссенций за 3 молнии, а это значит, что 30 штук для девушки, вероятно, обошлись в 1000, то есть столько же, сколько он украл у пиратов. Эта соплячка не моргнув глазом вытащила такое непомерное богатство, и при этом у нее 100 пудов этих штук была целая куча. В этот момент, когда он посмотрел на нее, она показалась ему богом богатств. Лулу гордо задрала нос, уж с чем многие не могли с ней сравниться, так это в богатстве. Если бы проводили конкурс на самого богатого студента Академии, она бы легко его выиграла. Даже если бы остальные скинулись вместе, чтобы одержать над ней верх, то ничего бы у них не вышло. Седьмой брат, возьми ее в жены, ну или на крайний случай продайся ей в рабство. У тебя вечно проблемы с деньгами, а она чертовски богата, вы просто идеально подходите друг другу, заявил Гуйхоу. Наш герой сказал, я куплю 6. Девушка удивилась, ты можешь себе это позволить, лицо Юнаше стало уродливым, могу. Лулу передала ему 6 металлических молний и протянула свою белоснежную ладонь. Хорошо, с тебя 300 звездных эссенций, 300, разве не 200? Чего? 50 эссенций за одну молнию, у тебя что, проблемы с математикой? Старик предлагал мне 3 за сотню. Луинь в недоумении почесал затылок. Брови девушки приподнялись и на ее лбу появились складки, в этот момент она почувствовала себя не очень хорошо. Старик тебя развел? Наш герой тут же все понял. Лулу начала отнекиваться. Конечно нет, я знаю, что три стоят сотню, просто какая мне будет от этого выгода, если я продам их тебе по такой цене? Я могу рассказать секрет императора, уверенно сказал Луинь. Лицо девушки скорчилось, но она все же согласилась. Ладно, 200. Юноша с сияющей улыбкой передал ей деньги. Он был уверен, что наставник царь развел ее, не предложив никакой скидки при покупке оптом. Эта соплячка просто отказывалась признавать это, дабы не потерять лицо, что, к счастью, помогло ему сэкономить. Однако то, что отношение старика зависело от материального благополучия человека было отвратительным. Впредь ему лучше не показывать, что он смог заработать много денег, иначе его обманут. Давай выкладывай секрет. Требовательно сказала Лулу, убирая деньги и остальные металлические молнии в свое пространственное кольцо. Наш герой очень серьезно посмотрел на нее. Никому об этом не рассказывай. Я не ма как рыба. Хорошо. Бессмертный Юйшан любил женщин с длинной прической, низким ростом и маленькой грудью. Девушка опешила и какое-то время молчала, после чего неуверенно спросила. Ты что ты только что сказал? Луинь огляделся, будто вор, проверяющий не следят ли за ним, и повторил свои слова. Император любил женщин с длинной прической, низким ростом и маленькой грудью. Лулу ударила его кулаком, но юноша успел схватить его, правда почувствовал мощную волну энергии, которая пробежала по его телу. Ему пришлось признать, что она снова стала сильнее. Эй, почему ты бьешь меня? Это тот секрет, что я просила тебя мне рассказать. А что этого мало? Никто, кроме меня, его не знал, пока я тебе не рассказал. Ублюдок. Девушка собиралась ударить его другой свободной рукой, но наш герой поймал в свои клешни ее. В этот самый момент вернулась Кака, заставшая их странную сцену, где оба стояли очень близко друг к другу и держались за руки. Вы когда успели так сблизиться? Лулу покраснела. Не говори глупостей. Звонкий голосок Кака привлек внимание Залэ и Сяло, а также Мишель с Хуэйбайе. Луинь смущенно отпустил руки девушки и сделал пару шагов назад. Это недоразумение, вы все не так поняли. Лулу уставилась на него. Это никакое не недоразумение, ты негодяй. Юноша хотел было что-то сказать, но слова Сяло поставили его в ступор. Брат Лу, поздравляю. Наш герой воскликнул. Да вы все не так поняли. Глава 427 После этого случая Лулу возненавидела Луиня и пообещала себе, что преподаст ему урок, когда появится такая возможность. И как она раньше не понимала, насколько он бесстыден. Седьмой брат, ты обидел женщину. Теперь ты сам по себе, сказал Гуихау. Юноша почувствовал себя беспомощным. Ему хотелось получить металлических молний, и учитывая богатство девушки, она не стала бы их просто так продавать. Однако раскрыть секрет бессмертного Юйшана он не мог, поэтому пришлось поступить таким образом. Вскоре снаружи послышался громкий шум, исходящий с неба. Наш герой посмотрел на своих сокурсников. Хорошо, пора идти. Мастер сферы ловца, который отвечал за сбор дани в этом регионе, посмотрел на древний наблюдатель свирепым взглядом. В ответ на его действия перед ним очень быстро предстал Дуэтбо. Кто ты такой? Почему напал на наш зал истребления? Спросил Добо грубым тоном. Я Брамс, вы, двое братьев Бо, как посмели прикоснуться к деньгам пиратов черной бороды. Дуэтбо удивленно переглянулся. Ты пират черной бороды? Мужчина усмехнулся. Вы ухаживаете за смертью, продолжая изображать из себя невиновных. С этими словами из его тела вырвалась бурлящая звездная энергия, искажающая пространство, что устремилось прямо вниз, к планете. Братья Бо поспешили остановить его, ведь любая атака такого мастера могла и мокрого места не оставить от небесного тела. В то же время под Ханьда разразился Хаос. Допа, Сиопа, Мэн Юэйчжа и Лун подняли восстание заключенных. Несколько мастеров сферы перемен зала истребления попытались их остановить, но вдруг появилась группа Луэня и быстро их нейтрализовала. Когда вся толпа вырвалась из-под земли, столицу охватил Хаос. Наш герой ударил одного из культиваторов сферы перемен, что поразило этого человека, рука которого после встречи с кулаком юноши была сломана. Сяло, Лулу и другие также давали отпор всем, кто пытался их остановить. Среди остальных заключенных было немало людей на уровне познания, что вступили в яростную битву против зала истребления. Ханьда превратился в поле битвы. В открытом космосе над планетой Дуэт Бо получил новости о происходящем, но у них просто не было возможности с этим разобраться. Брамс превосходил их и уперто считал, что это они украли деньги пиратов, поэтому им приходилось защищаться. Тем временем на земле Луин схватил Допаа. Уходим у зала истребления. Хорошие отношения с запечатанной башней. Скоро сюда придет подмога. Мужчина без колебаний согласился. Понял, идем. Группа помчалась к космической станции, которая, к счастью, находилась неподалеку от Ханьда. Они быстро добрались туда, но и там разгорелась битва, потому что многие планировали захватить космический корабль и сбежать. Многочисленные космические судна один за другим выходили в открытый космос, но большинство из них взрывались. Мастера сферы перемен зала истребления старались остановить беглецов. Вот только их было слишком мало, а кораблей неимоверно много. В это время наш герой с горечью на сердце осознал, что его Аврору угнали, поэтому ему пришлось объединиться с остальными. Группе удалось захватить довольно неприметный корабль, но он был относительно медленным. Как только они покинули атмосферу планеты, то их тут же попытался остановить культиватор сферы перемен из зала истребления. Юноше не пришлось ничего делать, так как братья Паа были более мотивированы сражаться с людьми этой секты. Мастер перемен явно не ожидал такого резкого отпора, ведь на древнем наблюдателе было не так много культиваторов, что могли противостоять ему. Эти люди, скорее всего, и есть те самые убийцы. Подумав об этом, он поспешно позвал подмогу. Группа студентов, сидя внутри космического судна, смотрела на большой экран перед собой. Вокруг них начали собираться мастера с боевым уровнем от 10 тысяч единиц до 50. Лулу, теперь твоя очередь, сказал Луинь. Все посмотрели на нее. Девушка нахмурилась. Разве не твоя? Ты вообще мужчина. У меня не так много металлических молний, как у тебя. Лулу обозленно фыркнула, надела космическую броню и вскоре оказалась на крыше корабля. Братья Паа удивленно посмотрели на нее. Зачем ты сюда пришла? Девушка была в плохом настроении, поэтому даже не потрудилась ответить. Она молча достала две металлические молнии и направила их на двух культиваторов сферы перемен. В следующий момент, до того, как те успели среагировать, два белых луча энергии молниеносно лишили их жизни. Произошедшее шокировало и сильно напугало остальных мастеров зала истребления. Проваливайте! Крикнула в их сторону Лулу и вернулась на корабль. Братья Паа переглянулись. Оказывается, она тоже обладала этим оружием. В итоге людям зала истребления оставалось разве что наблюдать, как их судно улетает. С другой стороны, Брамс прорвал оборону планеты, приземлился у штаба секты и проследовал прямо к месту, где находился трекер. Братья Паа побледнели, когда увидели устройство в руки мужчины. Немедленно проверьте камеры, нужно узнать, кто спрятал эту вещь. Брамс не был идиотом. Поскольку трекер был спрятан на кухне, это доказывало, что вор обманул их всех. Он был крайне зол, что его продолжали водить за нос, поэтому требовательно обратился к дуэту Бо. Выясните, кто это сделал, или ваш зал истребления прекратит существование. Братья испытывали беспомощность перед лицом пиратов черной бороды. В этот момент им пришло сообщение с видеозаписью, где Лулу использовала металлические молнии. Увидев случившееся, они были в бешенстве. В их секте было не так много экспертов сферы перемен, а в последнее время их численность снизилась наполовину. Брамс тоже увидел видео, что заставило его нахмуриться, потому что подобный белый луч он уже где-то видел. Тот, кто обокрал вас, вероятнее всего, среди этих людей. Возможно, он устроил весь переполох, чтобы сбежать с нашей планеты, сказал Добо. Мужчина прищурился. Ты уверен? Определенно. Вы знаете, какой силой обладал капитан, отвечающий за перевозку денег. Это был мастер сферы перемен. На него напал кто-то равный ему по силе, так как он ранил его внутренние органы. Скажите мне на милость, кто на этом корабле мог нанести столь серьезный ущерб подобному культиватору? У них есть оружие, которое может мгновенно убить эксперта уровня перемен. Тот, на кого напали, был лишь тяжело ранен, против него не использовали это оружие. Как я вижу, среди них есть только два мастера сферы познания. Вы серьезно думаете, что я поверю вашим словам? Хотите сказать, что на этом судне есть кто-то схожий по силе с Ясин Чиним, Мужуном и Линдзю? Только эти трое могли победить мастера сферы перемен. Конечно, еще был Луинь, но для общей массы он был мертв. Доэт Бонни знал, что ответить. Ваша секта слишком многих обидела. Среди ваших врагов много сильных культиваторов. Вероятно, тот, кто нацелился на вас, просто использовал мою группу пиратов черной бороды. Разбираться в этом я больше не вижу смысла. Мне нужна компенсация именно от вас, иначе я тут все разнесу к чертовой матери. С этими словами Брамс покинул планету. Пираты не следовали каким-либо общепринятым правилам. У них был свой свод законов, поэтому им было все равно на то, что зал истребления подставили. Проводив взглядом мужчину, Дабо сказал своему младшему брату. Немедленно сообщи о произошедшем мастеру ФНМО, а также попроси у наших союзников помощь перехватить тот корабль. Может, они не причастны к случившемуся, но они должны поплатиться за смерть двух наших людей сферы перемен. Сябо кивнул и поспешно ушел. Тем временем, летя по звездному небу, братья Паа благодарили всех за спасение. Старшие, что случилось между вами и залом истребления? Спросила Кока, что слышала лишь отголоски общей истории. Братья обменялись взглядами, после чего Сяпаа заговорил. Мы родились в зале Черного Пламени, который на то время считался одним из главных врагов зала истребления. Обе организации были равны по силе, но в один момент братья Бо заручились поддержкой запечатанной башни и убили всю нашу секту и семью. Нам чудом посчастливилось спастись в том ужасе. Ребята притихли. Сражения во вселенной, особенно между двумя противоборствующими силами, всегда были жестокими, но в них не было ни правых, ни виноватых. Если бы у зала Черного Пламени было достаточно сил, тогда бы они попытались уничтожить зал истребления. Братья Бо являются мастерами сферы ловца, вы слишком рано затеяли месть. Подождите хотя бы уровня перемен, и тогда пытайтесь что-то сделать, посоветовал наш герой. Оба с горечью признали свою ошибку. Мы понимаем, что поспешили и втянули вас в это. Лулу махнула рукой. Ничего страшного, давайте представим, что просто сделали небольшое совместное путешествие. Все странно посмотрели на нее, хотя понимали, что она имела право говорить таким образом. Если ей будет угрожать опасность, как только она назовет свою фамилию, ее тут же отпустят, да еще и подарков надают. Эй, хватит трепаться, у нас проблемы, сказал Мэн Юэ, указывая на большой экран в командной рубке. Глава 428. В этот момент Луин впервые обратил свое внимание на Хуэй Байе. Теперь твоя очередь. Парень был ошеломлен. С самого начала он много не говорил и держался в тени. Он не ожидал, что юноша вдруг обратится к нему. Остальные тоже посмотрели на него, понимая намерения Луиня. Со статусом клана Байе никто не посмеет им что-либо сделать. У Хуэя не было выбора, поэтому он подошел к экрану и по видеозвонку поговорил с людьми снаружи. Спустя пару минут их без лишних слов отпустили. Поскольку край Белой ночи находился по соседству с краем смуты, было вполне обычным делом встретить кого-то из семьи Байе. При этом никто не сомневался в том, что парень сказал правду. Ведь ни у кого просто не хватит смелости выставить себя человеком этого клана. Клан Байе был знаменит тем, что ненавидит самозванцев и не проявляет к ним милосердия. Брат Хуэй, оставайся пока перед экраном. Если кто-то снова остановит нас, поговори с ними, сказал наш герой, похлопав сокурсника по плечу. Парень почувствовал себя беспомощным. По сути, его воспринимали как проездной. Я думаю, нам следует изменить маршрут, вдруг сказал Сало, в глазах которого появился след страха. Народ вопросительно посмотрел на него. Я получил новость о том, что Дуэт Бо связался с ловцом из запечатанной башни. Хуэй Байе может запугать этих слабаков, но против сильных это не сработает, объяснил парень. Ребята вздрогнули. Если по их душе придет сильный ловец, то им на самом деле будет очень сложно уйти. Все тут же начали изучать звездную карту, пытаясь найти более подходящий маршрут. Думаю, нам нужно идти туда, иначе мы столкнемся с другими силами, что препятствуют нам, и тогда мастер из запечатанной башни нас быстро догонит. В телах старших братьев ПА все еще находится отслеживающий датчик, так что там мы будем в наибольшей безопасности. Студенты посмотрели на указанное место, где большими буквами было написано «Море падающих звезд». Во внутренней Вселенной это место считалось одним из самых таинственных. По легендам, когда-то там находился водоем звездной энергии, который не был связан ни со звездной рекой, ни с космическим морем. Это место было настоящим океаном, образованным из множества потоков древней опасной энергии. Вдобавок в легендах говорилось, что в море падающих звезд часто появлялись разные артефакты, не принадлежащие их миру. Многие древние боевые техники и навыки нашли именно там. Также, по слухам, в этом море проживал отшельник, чей боевой уровень достиг 500 тысяч единиц. Короче говоря, легенд и слухов об этом месте столько, что неизвестно, сколько из них действительно правдивы. Однако именно из-за этого море падающих звезд настолько популярно и туда часто приходят различные мастера. У Луиня было особое отношение к этому месту, а все из-за рассказов о бессмертном Юйшане и Цзышане. По словам многих людей, там они нашли Сутру Бессмертие, а затем Император достиг лучшей 30-ки рейтинга Звездного Неба, удивив весь звездный регион. Именно из-за слухов о Сутре его сильно ранили и ему пришлось вернуться в Империю Ду. Можно сказать, что если бы не Сутра Бессмертия, то Империя Ду уже бы давно правила сектором Синей Волны. Его впечатляло море падающих звезд, но он никогда не посещал это место и совсем не подозревал, что невольным образом попадет туда. «С нашими силами идти туда довольно опасно», — сказал настороженный Джай Лун. Он был с горы несметных мечей, что находилось в крае духовной печати и граничило с морем падающих звезд, поэтому немного знал об этом месте. Обычно море посещали только достаточно сильные культиваторы, так как время от времени всю территорию края потока охватывала мощная волна энергии, которая могла раздавить тебя или отбросить куда-нибудь в опасное место. «Я слышала, что для космического корабля можно получить особое защитное покрытие у входа в море падающих звезд», — сказала Золла. «Парень покачал головой. Оно слишком дорогое. Наш герой решительно посмотрел на Лулу, как и все остальные. Девушка с гордостью сказала, что вообще означает это ваше дорого. В моем словаре подобного слова никогда не было. Сяло хлопнул в ладоши. «Ну тогда решено, значит идем туда, иначе нас поймают и устроят темную». Братья Паа почувствовали себя не в своей тарелке из-за того, что подставляли младших. «Давайте здесь разойдемся, тогда вам ничто не будет угрожать». «Нет, уже слишком поздно, мы стали мишенью для золоистребления, когда с боем покинули планету. Особенно когда по наши души отправили человека из запечатанной башни, известной организации убийц. Для них законы не писаны, они могут убить даже черотворца, ведь мы в крае смуты». «Верно, люди края смуты не боятся убить даже членов клана Байи или кого-то с похожим происхождением, просто для этого им нужна веская причина», — добавила Мишель. Кака удивилась. «Неужели они настолько не боятся последствий?» Золла погладила ее по голове. «Причина в том, что уничтожить такую организацию, как запечатанная башня, даже клану Байи будет сложно, поскольку люди этой секты живут разрозненно». Луин хлопнул по столу. «Ладно, направляемся в море падающих звезд». Никто не возражал, так как среди всех юноша имел наивысший авторитет. Братья Паа еще раз всех поблагодарили. Их корабль был небольшим, но в нем все же имелось с десяток комнат, чего было вполне достаточно для их команды. Наш герой сидел в комнате и смотрел на темный космос, после чего поочередно приложил ладонь к сердцу, левой руке и правой ноге. Песку судьбы нужно время, дабы пробудиться, но его беспокоило то, что он может никогда не проявить себя. Его физическая сила и звездная энергия были подавлены тремя сгустками песка судьбы, поэтому его нынешняя сила была ниже, чем когда он сражался с Тяньхау. Луин надеялся, что пробуждение не заставит себя долго ждать. Тук-тук-тук. В дверь постучали. «Входите». В комнату вошел Чжа и Лун. Увидев его, юноша невольно подумала в Инде. «Брат Лу, я могу с тобой поговорить». Наш герой кивнул и жестом руки предложил ему присесть. Но парень не сел, он подошел к иллюминатору и посмотрел на темное пространство вселенной, словно хотел начать разговор, но не был уверен, стоит ли это делать. «Хочешь поговорить о Винде?» Чжа и Лу набернулся и серьезно посмотрел на него. «Какие между вами отношения?» «Пока они похожи на семейные. Что ты имеешь в виду?» «Ну мы как родственники. Слушай, а ты ее хорошо знаешь?» «Она сильнейшая наследница горы Несметных мечей». «У меня слишком низкий статус, чтобы быть для нее даже знакомым, но не суть важна». «Пришел я к тебе, чтобы сказать, что лучше бы ты ничего не планировал на ее счет». Луинь нахмурился. «А что в этом плохого?» «Я не хочу видеть твою смерть». «В каком смысле?» Походит слух, что гора Несметных мечей приняла ее только из-за решения кого-то со стороны. Винде является человеком из внешней вселенной, поэтому, каким бы сильным ни был ее талант, секта не предоставляла ей много ресурсов. Однако несмотря на это, она за короткий срок стала очень сильной. Никто не знает, почему она так быстро прогрессирует, но поговаривают, что это связано как раз с тем, кто направил ее в нашу секту. «И кто же это?» «Я не знаю, но люди говорят, что это один из судей». «Судья». «Какой именно?» «Об этом знают только глава и старейшины, ученикам неизвестны подробности. Однако многие считают, что она жена одного из судей». Наш герой нахмурился, он был недоволен услышанным. Хотя он не планировал заводить отношения с девушкой, ему было неприятно узнать, что она могла принадлежать кому-то другому. Он был еще тем собственником, что в какой-то мере походило на эгоизм. Вдобавок бессмертный Юйшан просил его приглядеть за ней. Разве мог он отдать свою номинальную жену какому-то негодяю? Это судья, которому она сейчас подчиняется. Сделал предположение юноша. Парень покачал головой. «Я не знаю, это лишь слухи». Все же если бы у старшей сестры был поклонник среди судей, ее навряд ли бы так сильно ранили в Империи Рос. Луинь был с этим согласен. Если бы это было Мин Янь, он бы не смог спокойно смотреть, как его возлюбленную обижают. Однако все эти слухи наводили его на плохие мысли. Ему стоит по возможности уделить Венде внимание, дабы она ненароком не угодила в неприятности. Из-за этого он даже захотел связаться с ней прямо сейчас. Джа и Лун ушел, он рассказал все это, так сказать, по-товарищески. Что касается того, послушает его юноша или нет, это его уже мало волновало. Наш герой открыл контакты на терминале, нашел номер девушки и замялся. Он понял, что не знал, о чем с ней говорить. Они не имели друг с другом никаких отношений, лишь брачный контракт. С одной стороны, она была красивой и сильной женщиной, поэтому то, что у нее были поклонники, закономерно. Но если какой-то пую его не напрягал, то судья, это уже совсем другое дело. Глава 429. Луин смотрел на свой терминал в течение долгого времени, но так и не решился позвонить. Седьмой брат, да забудь, а вдруг это окажется правдой, ты потом весь поникший ходить будешь, с сочувствием сказал Гуихау. Наш герой ничего не ответил, некоторые вещи лучше оставлять неизвестными. Если ты спросишь и это окажется правдой, что будешь делать? Сдается мне, будет очень неловко, если тебя начнут сравнивать с судьей. Звездный зверь ехидничал, он явно радовался дилеммами юноши. Луин решительно запечатал его из-за гнилого рта. Тук-тук-тук. В дверь снова постучали и юноша сказал, войдите. В помещение сразу же вошел Хуэй Байе и прямо сказал, клан снял ограничения с сектора Синей волны. Сердце нашего героя вздрогнуло, что ты имеешь в виду. Ранее старейшина Юань Цзин приказал никому не соваться туда, но всего пару дней назад этот приказ был упразднен. В глазах Луиня появился ледяной блеск. Он перестал быть нужным старику, поэтому тот стал к нему враждебно относиться. Хотя старейшина снял это ограничение, тебе не стоит беспокоиться. Из-за большого числа правил, скорее всего, никто этого даже не заметит, после этих слов парень ушел. Юноша не надеялся на такое чудо, особенно зная, какой была Янь Цзин, которая затаила на него глубокую обиду. Вполне возможно, что она постаралась снять ограничения с сектора, ведь даже если он и перестал быть нужным...